А, мы уже в эфире, да? Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые участники конференции. Я очень рада всех приветствовать как в очном, так и в заочном режиме. То есть на сегодня у нас подключено 7 стран, у нас подключено 670 участников. Позвольте я сразу вам озвучу те страны, которые у нас подключены. Это Испания, Португалия, Норвегия, Франция, Казахстан, Армения и Белоруссия. У нас подключены в дистанционном режиме все наши территориальные органы Росздравнадзора, подключены органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, подключены лечебные учреждения. И мне очень приятно сегодня от имени Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения приветствовать всех участников. Это 14-я конференция, 14-я конференция медицины и качества, которая с каждым годом собирает все больше и больше участников, которые заинтересованы в первую очередь в повышении качества оказания медицинской помощи нашим пациентам. Мы с вами живем сегодня в непростые годы, годы пандемии, и поэтому поиск новых способов оказания медицинской помощи именно вот в этих сложных условиях, конечно же, накладывает на нас определенные обязательства, ответственность, поскольку задачи, которые перед нами поставлены, с нас никто не снимал. Мне очень приятно приветствовать сегодня всех наших спикеров, которые пришли с нами здесь в очном режиме. Есть спикеры, которые будут приветствовать нас заочно, поскольку, увы, режим, формат дистанционного общения тоже сегодня вместе с нами, и поэтому сегодня на пленарной сессии мы услышим с вами приветствие министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко. Сегодня с нами здесь, на пленарной секции, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Светенко Инна Юрьевна, председатель комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Хубезов Дмитрий Анатольевич. С нами на дистанционной связи Рошаль Леонид Михайлович, президент Союза медицинского сообщества Национальная медицинская палата. На связи мы долго ждали, но вот сейчас подтвердили, что связь все-таки состоится. Жау Родригес до Сильва Бреда – это старший советник отдела страновой стратегии и систем здравоохранения Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Чернякова Елена Евгеньевна, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Протасов Максим Александрович, руководитель российской системы качества. Сухих Геннадий Тихонович, директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии. Ну и ваш покорный слуга. Уважаемые коллеги, позвольте, мы начинаем. И я прошу поставить на экран приветствие Михаила Альбертовича Мурашко. Дорогие друзья, приветствую участников и гостей 14-й Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество 2021». На конференции будут подведены итоги и обсуждены перспективы работы по вопросам качества и безопасности медицинской деятельности. Вы коснетесь оборота лекарственных препаратов, медицинских изделий. Еще с 2016 года, когда начала развиваться деятельность по внедрению системы менеджмента качества в медицинских организациях в Российской Федерации, и новых подходов, направленных на повышение эффективности медицинских организаций, на рост удовлетворенности населения и формирование единых эффективных подходов к обеспечению качества и безопасности медицинской помощи, сделано многое. И результатом этой работы стал приказ Министерства здравоохранения об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Он полностью основан на практических рекомендациях, разработанных Росздравнадзора, которые посвящены практическим вопросам внедрения системы управления качеством и безопасностью медицинских организаций. Испытания двух прошедших лет показали, что сохранить устойчивость работы в период пандемии лучше всего удалось тем медицинским организациям, в которых уже функционировала система управления качеством. Лучшие практики, опыт мобилизации системы здравоохранения в условиях повышенных нагрузок из-за коронавирусной инфекции должны быть использованы для совершенствования системы управления качеством уже и в новых реалиях. Медицинские работники всегда испытывали высокие нагрузки. Два последних года были особенно тяжелыми. Могу сказать, по всем признакам российская система здравоохранения выдержала. И хотя вопросы оказания помощи при новой коронавирусной инфекции все еще стоят на первом месте, необходимо смотреть и в будущее и двигаться вперед к достижению национальных целей, первое из которых – сохранение населения, здоровье и благополучие людей. На конференции будут подведены итоги Всероссийского конкурса «Лидер качества здравоохранения» среди субъектов Российской Федерации и медицинских организаций. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, желаю успешной работы нашей конференции, содержательных докладов и интересных дискуссий. Крепкого здоровья каждому из вас и обязательно сделайте прививку. Выберите жизнь и обязательно помогите нашим пациентам сделать этот выбор. Спасибо большое. Прекрасные слова. Коллеги, кто еще? Ну, я думаю, что здесь все привились. Я думаю, в этом мы уверены, потому что вход был по Куар-кадам. Поэтому спасибо большое. Посыл получен для успешной работы нашей конференции. Уважаемые коллеги, я предоставляю слово Инне Юрьевне Светенко, председателю комитета по социальной политике Совета Федерации. Пожалуйста. Уважаемая Алла Владимировна, уважаемые коллеги, друзья, я рада вас приветствовать сегодня. И от имени Комитета по социальной политике хочу также поприветствовать участников 14-й Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество». Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности является крайне важным направлением, которое сегодня является приоритетом национального масштаба в здравоохранении. И наша совместная деятельность по созданию законодательных основ направлена прежде всего на обеспечение качественной медицинской помощи гражданам. И она позволила унифицировать требования к качеству и безопасности медицинской деятельности, сформировать единую систему для каждой медицинской организации вне зависимости от ее типа, уровня и формы собственности. В условиях пандемии эта тема звучит особенно актуально. И обеспечению качества и безопасности медицинской помощи уделяется все больше внимания в мировом сообществе. И для осуществления этой цели требуется прежде всего объединение усилий и опыта всех организаций, участвующих в охране здоровья граждан. Также включая и государственные, и ведомственные, и общественные, и пациентские организации. Прошедший год был очень показательный. И об этом уже в своем приветственном слове сказал министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко. И этот год обнажил как раз все те зоны риска и резервы практического здравоохранения. Комитет Совета Федерации по социальной политике совместно с Министерством здравоохранения и Росздравнадзором постоянно работают с органами управления здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях смягчения социальных и экономических последствий пандемии. Когда все силы брошены на борьбу с пандемией, не стоит забывать, что существуют и другие вызовы, которые требуют нашего внимания. Известно, что наибольшего успеха добиваются организации, которые используют наиболее современные и эффективные инструменты и подходы к осуществлению медицинской деятельности. Поэтому сегодня особенно важно обмениваться профессиональным опытом и изучать актуальные подходы к проблемам, которые направлены именно на повышение качества оказания медицинской помощи, а также все вместе бороться за сохранение здоровья каждого гражданина нашей страны. Комитет Совета Федерации по социальной политике, предваряя законотворческие решения, практикует широкое обсуждение отдельных тем с экспертным советом по здравоохранению при комитете, в составе которого представлены 80 экспертов в самых разных областях медицины. И на этой площадке слушаются мнения научных разработчиков, профильных специалистов, пациентские и общественные организации. Сегодня в рамках конференции будут освещены и обсуждены на дискуссионных площадках ключевые направления деятельности, передовые идеи организации экстренной медицинской помощи, обеспечения безопасности пациентов, управления лицензированием и контролем качеством и многие другие важные темы. Я уверена, что каждый участник вынесет для себя много полезного, определит подходы и приобретет знания, которые необходимы для профессионального роста и развития. Я желаю всем участникам конференции продуктивной работы, успешного обмена профессиональным опытом и знания в области управления качеством медицинской помощи. А также желаю всем здоровья. Спасибо большое, уважаемая Инна Юрьевна. Слово предоставляется Хубезову Дмитрию Анатольевичу, председателю Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации. Спасибо большое. Рад вас всех приветствовать, уважаемые друзья. Приятно видеть знакомые лица. Если мы хотим развиваться в ногу с основными трендами мировыми по качеству и безопасности, говорить с ними на одном языке, безусловно, наши медицинские организации должны пройти путь от СО 9001 и GCI до человекоцентричного подхода плей-интернешнл, так называемой модели и ценностно-ориентированной модели. В итоге мы должны выйти на систему устойчивого развития. Но есть другое направление, приоритетное направление развития нашего здравоохранения, это экспорт медицинских услуг. И в этой части, безусловно, это нам сделать будет нужно. Но было бы более чем наивно предполагать, что если вот даже у нас медицинские организации пройдут все вот эти сертификации и выстроят процессы в соответствии с ними, то к нам, как говорится, массово поедут иностранцы и будут лечиться у нас за деньги. Это не так. Поэтому это нужно для нас здесь, именно для нашей безопасности, для безопасности наших пациентов. И тут у нас есть своя, собственная, замечательная система качества. Не так давно, перед самой пандемией, мы ее прошли, будучи главным врачом областной больницы нашего региона, самой крупной. И я видел, насколько меняется отношение и пациентов уже к больнице, к лечению, и насколько меняется отношение персонала. Вот когда мы узнали, что такого числа мы будем проходить, в общем, люди отказывались от своих отпусков, сдавали билеты, оставались до ночи, выстраивая вот эти процессы. Это действительно было очень здорово, и действительно, это вот единая идея, она воодушевила всех. Сейчас многие говорят, что нужно подождать, пока пройдет пандемия, и дальше выстраивать эти процессы. Но все мы понимаем, насколько важно обученный человек в области эпидбезопасности, когда он заходит в красную зону. Более того, есть другие еще проблемы. Все мы понимаем, очень было авторитетное исследование, которое показало, что человек в состоянии сильной усталости и депрессии, врач в 6 раз чаще совершает ошибки при назначении медикаментов. Это уже доказанный факт. Мы видим, как устали наши врачи, мы видим, многие из них находятся сейчас в красной зоне в депрессии. Вот с этой точки зрения система менеджмента качества, которая подразумевает сертификацию, наша крайне важна, абсолютно важна, но ее нужно делать. Есть еще один нюанс. У нас предстоит еще, может быть, более серьезный вызов, чем ковид. Это формирующаяся сейчас антибиотикорезистентность, индукция антибиотикорезистентности. С одной стороны, это происходит из-за нашего питания, но самое главное, из-за бесконтрольного потребления антибиотиков нашего населения. Вот сейчас период ковида, и проблема будет большая. И мы не должны ждать, когда в итоге наступит то состояние, когда наша госпитальная флора станет в разы более агрессивной. Нужно предпринимать сейчас определенные усилия. И как раз вот с этой точки зрения целые направления, пид-безопасности, хирургические безопасности, профилактика инфекций, связанных с хирургическим мешательством, все то, чему будет посвящена вот эта программа, крайне важно. Поэтому работа предстоит большая. Я думаю, со всем мы справимся. Я желаю всем крепкого здоровья, ну и успешно провести эту конференцию новых идей. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Спасибо большое, Инна Юрьевна. Насколько я знаю, коллеги просили по возможности их отпустить с пленарной секции. Поэтому спасибо за то, что были с нами. Спасибо за то, что приветствовали участников конференции. Уважаемые коллеги, позвольте мне выступить с небольшим докладом о тех проблемах, которые есть на сегодняшний день и в какой парадигме мы с вами живем. Пандемия COVID-19, безусловно, стала испытанием для всей системы здравоохранения. Два последних года научили нас с вами жить по-новому, срочно принимать порой непопулярные решения, заглядывать далеко вперед и прогнозировать, что будет завтра, порой даже не зная, что будет завтра. И поэтому сегодня очень важна система управления рисками. Она позволяет контролировать развитие ситуации и принимать меры для того, чтобы решения в будущем были правильными и обдуманными. Поэтому в нашей с вами деятельности очень важно четкое регулирование процесса, прогнозирование возникающих угроз, организация мероприятий по снижению опасности факторов риска, тотальный контроль отклонения и, конечно же, координация всех систем для достижения конечного результата. В период 2021 года, несмотря на пандемию, совершенствовалось нормативно-правовое регулирование. И на сегодняшний день нужно назвать три основополагающих закона 170, 247 и 248 федеральные законы, которые изменили парадигму контрольно-надзорной деятельности. И главный упор во всех этих законах сделан на систему профилактики, а не контроля и надзора. То есть на первый план выходит парадигма профилактических мероприятий. В первую очередь, все профилактические мероприятия направлены на защиту прав граждан, организаций. В том числе, внедрен механизм досудебного обжалования. Внедряется на сегодняшний день широкий набор средств и механизмов проведения профилактической работы. В первую очередь, это информирование, обобщение правоприменительной практики, предостережение, консультирование, самообследование, профилактический визит. На сегодняшний день виды надзорных мероприятий могут быть как с личным участием, так и без взаимодействия. По взаимодействию проводится контрольная закупка, выборочный контроль, документарная проверка, инспекционный визит и выездная проверка. При этом инспекционный визит и выездная проверка могут проводиться с применением фото, видео, аудиофиксации. А без взаимодействия на сегодняшний день могут Будут проводиться такие мероприятия, как выездное обследование, наблюдение. Это все делается для того, чтобы облегчить влияние надзорных ведомств на наши подконтрольные субъекты. С 1 июля 2021 года мы начали выполнять профилактические визиты в рамках существующего законодательства. Территориальными органами уже проведено более 1600 профилактических визитов. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица путем использования фото-видео фиксаций или путем личного взаимодействия. Важная составляющая проводится после предварительного уведомления в течение одного рабочего дня не более 8 часов, то есть одна рабочая смена. И опять принцип профилактики – научить, а не наказать. Все нарушения, которые выявляются, точнее они не выявляются, а замечаются в рамках профилактического визита, обсуждаются с подконтрольным лицом, и подконтрольное лицо может исправить эти замечания буквально без вынесения протоколов, предписания, то есть без применения санкций со стороны контролирующего лица. Нами были разработаны чек-листы по разным направлениям. Безусловно, в первую очередь в этом году это были вопросы оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Но, безусловно, и о всех остальных способах оказания медицинской помощи мы не забывали. На слайде перечислены те территориальные органы, которые осуществили наибольшее количество профилактических визитов. Понятно, что в основном это те территориальные органы, где наибольшее количество подконтрольных объектов. Но и все-таки, позвольте мне назвать, Ростовскую область, Нижегородскую область, Алтайский край, город Москва, Костромская область, Владимирская, Татарстан, Пермский край, Рязанская область и Тульская область. То есть правильное взаимодействие между контролирующими органами и подконтрольными субъектами, конечно же, будет нам профилактировать нарушения. Консультирование – еще один новый способ профилактического мероприятия, который осуществляется в рамках нового законодательства. Консультирование проводится с целью разъяснения вопросов, связанных с организацией осуществления контроля. Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме, либо в ходе профилактического визита. Консультирование проводится бесплатно и с соблюдением принципов конфиденциальности. Полученная информация не может использоваться контрольным органам в качестве оценки контролируемого органа по вопросам соблюдения обязательных требований. То есть, обратите внимание, что на сегодняшний день уже проведено более 7800 консультаций. Наибольшее количество – это консультирование по качеству и безопасности медицинской деятельности. Наиболее активными оказались сотрудники Приволжского федерального округа, которые обеспечили наибольшее количество консультирований от всего объема, который на сегодняшний день есть. Еще одна важная форма взаимодействия граждан с властью – это обращение граждан. Обращение граждан в государственные органы, в органы местного самоуправления, к должностным лицам, в органы контроля и надзора – это своего рода индикатор удовлетворенности пациентов в данном случае к качествам оказания медицинской помощи. Росздравнадзор на сегодняшний день принимает обращения и жалобы наших пациентов по разным каналам. Во-первых, это сегодня на первый план выходят цифровые каналы получения информации. Личный кабинет, интернет, горячая линия, каналы электронного взаимодействия, портал государственных услуг. Но, конечно же, остались и обычные, привычные способы – это письменные обращения и личный прием. Но цифровые технологии на сегодняшний день уже превалируют, то есть берут верх над прошлым, вчерашним, которое было буквально вчера. Мы сегодня внедряем новые технологии и в работу горячей линии. Внедряется искусственный интеллект, который значительно сокращает как работу операторов, уменьшает время принятия решения и, конечно же, скорость ответа на обращение. На сегодняшний день ковид повлиял на доступность медицинской помощи, по сути дела, во всех субъектах Российской Федерации. И, конечно же, это подтверждается сегодня обращением, числом обращения граждан, по сути дела, со всех субъектов Российской Федерации. Но мы видим все равно, большее количество обращений в пересчете на 100 тысяч населения – это Южный округ, Центральный округ и Северо-Западный федеральный округ. Но обратите внимание, именно в этих округах наблюдается и больший процент повторных обращений. Это говорит о том, что в первый раз пациент не получил должного ответа, жалоба не была, вероятно, своевременно отработана, и поэтому ему пришлось обращаться повторно. Хочу отметить, что поступающие обращения не всегда являются прямым отражением качества оказания медицинской помощи. Но в числе прочих условий это все-таки индикатор. На сегодняшний день мы видим, что наибольшее количество обращений приходит в Центральный аппарат, а не в территориальные органы. С одной стороны, это, вероятно, доверие Центральному аппарату. С другой стороны, когда мы анализируем жалобы, мы видим, что многие из них могли быть отработаны на уровне региона, на уровне медицинской организации, на уровне даже отделения внутри медицинской организации. И если пациент обращается сразу в Федеральный Центр, то значит ему не оказали должного внимания на регионе внутри лечебного учреждения. Поэтому обратите на это внимание. И мы констатируем, что общее количество жалоб возросло, но наибольшее количество жалоб мы все-таки получили по качеству и безопасности медицинской деятельности. При этом количество обращений на лекарственное обеспечение даже снизилось. С одной стороны, это очень хорошо и говорит, что система лекарственного обеспечения у нас в стране устояла, несмотря на сложности периода. Важное направление на сегодняшний день, конечно же, интернет. Без интернета мы с вами сегодня, наверное, уже не представляем жизни. Получение информации через интернет, через средства массовой информации – это тоже источник, на который мы реагируем незамедлительно. Порой мы получаем информацию даже раньше из средств массовой информации, чем эта информация доходит до территориального органа. Мы в обязательном порядке реагируем сегодня на информацию, которая идет в социальных сетях и в мессенджерах. Приведу только один пример. Буквально пример последнего времени. Это контроль за продажей поддельных сертификатов на вакцинацию от COVID-19. Территориальный орган по Москве и Московской области, мониторируя телеграм-канал, выявил источник, который предлагает продажу сертификатов. Вступив в переписку, вступив во взаимодействие с этим субъектом, был выявлен реальный канал по продаже поддельных сертификатов. Информация была передана в правоохранительные органы, и на сегодняшний день работа ведется уже в правоохранительных органах. То есть это реальная работа. На сегодняшний день разработка мероприятий по снижению опасности факторов риска и повышению эффективности контроля невозможна без принятия обоснованных стратегических решений, которые основаны на анализе многоуровневых данных. На сегодняшний день мы имеем в своем арсенале целый ряд различных автоматизированных систем мониторинга, различных систем сбора информации по эффективности работы лекарственных средств, по фармаконадзору, по мониторингу безопасности применения медицинских изделий. На сегодняшний день мы пользуемся информацией из единого цифрового контура, и все это позволяет нам своевременно принимать решения и профилактировать мероприятия. Я еще раз повторюсь, что наша задача это профилактировать, а не наказать. В своей работе мы пользуемся сегодня системами, которые разработаны как внутри Росздравнадзора, так и активно обмениваемся цифровыми данными с другими ведомствами. Одна из важнейших, пожалуй, сегодня систем контроля за лекарственным обеспечением – это система мониторинга движения лекарственных препаратов. И несмотря на пандемию, в прошлом году было трудно, были опасения, но система была внедрена в Российской Федерации, и с 1 июля 2020 года все лекарственные препараты на территории Российской Федерации должны быть маркированными. И на сегодня в системе зарегистрировано более 90 тысяч участников, почти 194 тысячи мест осуществления деятельности. Это порядка 90% всех фармацевтических организаций и 73% медицинских организаций. Нужно отметить, что медицинские организации государственной системы здравоохранения зарегистрированы в системе практически в 100% объеме. Это 99%. На сегодняшний день не в системе только те организации, которые оказывают медицинскую помощь без применения лекарственных средств, ну, например, мануальная терапия, ну, например, допустим, мануальная терапия, дальше лечебная физкультура, медицинские осмотры, и те медицинские организации, которые на сегодняшний день находятся в состоянии реорганизации. То есть они пока вот не в системе мониторинга. Система сегодня позволяет четко мониторировать не только движение лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя. Мы можем четко сегодня сказать, сколько, каких лекарственных препаратов, какого срока годности находится в аптечной организации, в каждом лечебном учреждении. И сегодня нам это позволяет, особенно в период пандемии, четко следить за обеспеченностью лекарственными препаратами для оказания медицинской помощи. Срочно принимать управленческие решения, в частности, последнее решение, которое было принято, это централизованная закупка препарата Римдисевир, для того, чтобы обеспечить все субъекты данным препаратом. А информацию мы получили именно из системы МДЛП о том, что далеко не во всех лечебных учреждениях и даже не во всех субъектах этот препарат находится в достаточном количестве. Следующее важное направление и решение, которое было принято во время пандемии, для того, чтобы обеспечить наших пациентов доступными лекарственными препаратами, это дистанционная торговля лекарственными препаратами. Пациенты находились на дистанте, пациенты находились в карантине и, конечно же, аптечные организации пришли с доставкой к ним на дом. На сегодняшний день выдано почти 400 разрешений в 57 субъектах, но опять-таки мы блокировали более 10 тысяч интернет-ресурсов. То есть недоброкачественные пользователи, недоброкачественные, ну назовем их все-таки коллегами, пользуются возможностью предлагать недоброкачественные услуги. Поэтому мы это все отслеживали своевременно и блокировали. Но на сегодняшний день хочется сказать, что на более чем 13 миллионов рублей было отпущено лекарственных препаратов посредством дистанционной торговли. Следующий наш шаг – это переход к электронному рецепту. То есть отказ от бумажного носителя и полный переход на электронный рецепт. Это создаст возможность полного взаимодействия между врачом, пациентом и фармацевтом. То есть у пациента будет QR-код на мобильном устройстве. С этим мобильным устройством и с этим QR-кодом пациент приходит в аптеку, скачивается рецепт, и полностью выдается то лекарственный препарат, который ему был выписан в лечебном учреждении. Отсутствует подделка, сохранность рецепта, исключается неправомерный и многократный отпуск лекарственного препарата по одному и тому же рецепту. На сегодняшний день система уже опробируется и прекрасно внедряется в Белгородской области. Следующий важный атрибут предоставления качественной медицинской помощи – это безопасное применение медицинских изделий. Буквально недавно, 25 ноября, был издан приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, который определяет порядок предоставления в Росздравнадзор сведений о медицинских изделиях, которые произведены в Российской Федерации или ввезены в Российскую Федерацию в автоматическом режиме. Фактически, это аналог автоматизированной системы ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов. Приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года. И после вступления в силу все производители или дистрибьюторы, которые ввозят медицинское изделие в страну, в течение 15 дней от момента ввода в эксплуатацию медицинского изделия должны будут сообщить сведения о каждом номере серии, о заводском номере медицинского изделия, о количестве и сроках годности вводимых медицинских изделий. Данный приказ, конечно же, позволит нам осуществлять мониторинг безопасности медицинских изделий, на основании этих данных принимать регуляторные решения и в случае возникновения неблагоприятных событий принимать регуляторные меры. Кроме того, появится четкое понимание, какие медицинские изделия и в каком количестве необходимы на сегодняшний день в стране. И возможно будет также прогнозировать их производство в нашей медицинской промышленности. Важный ресурс для учета сведений о всех медицинских организациях – это Федеральный регистр медицинских организаций ФРМО, который на сегодняшний день создан в структуре единого цифрового контура. И предназначен он для учета и анализа сведений, в том числе, то есть помимо прочих равных условий, то есть для учета сведений о медицинских изделиях, об оснащенности медицинскими изделиями каждого лечебного учреждения. Состав сведений об оснащении подразделений медицинских организаций позволяет нам точно идентифицировать, какое медицинское изделие применяется, дата его ввода в эксплуатацию и срок его службы. Важно отметить, что предоставление сведений в систему ФРМО – это лицензионное требование, и оно обязательно для исполнения всем медицинским организациям – и государственной, и частной формы собственности. И если, может быть, до вчерашнего дня мы пока не обращали на это особое внимание, то хочется обратить ваше внимание на то, что поскольку это лицензионное требование, и если данные будут внесены неполно, то это повод для составления протокола и предоставления штрафа. Но эта система еще и поможет нам в будущем. Сегодня проводится интеграция информационной системы ФРМО с АИС Росздравнадзора, и в будущем мы предполагаем использовать эти данные для электронного лицензирования. То есть нам не нужно будет запрашивать сведения от участников, от лицензиатов, то есть мы все сведения о наличии медицинских изделий в вашем лечебном учреждении будем получать из системы ФРМО. То есть если вы туда не внесли, то формально вы не сможете получить и лицензию. И таким же образом мы можем осуществлять и лицензионный контроль, зайдя в систему, увидев все данные и, по сути дела, принять уже какие-то управленческие решения. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что мы живем с вами в период пандемии, никто не снимал с нас с вами задачу о выполнении указов президента Российской Федерации. И национальный проект здравоохранения живет на сегодняшний день, и все мероприятия, все показатели национального проекта и федеральных проектов, которые входят в его состав, обязательны к исполнению. Мы на сегодняшний день контролируем, каким способом. Это оперативный сбор данных, это электронный бюджет, это взаимодействие с другими ведомственными, проведение выездных проверок. И все это, самое главное достижение показателей национального проекта, это залог повышения качества и безопасности медицинской деятельности. На сегодняшний день, если оценивать консолидировано все данные, то 80% всех субъектов Российской Федерации либо полностью достигли, либо им еще осталось чуть-чуть достигнуть тех показателей, которые запланированы на этот год. Осталось тут чуть меньше месяца, но мы знаем, что многие организации и многие субъекты достигнут этих показателей в этом году. То есть 80% уже на фактически удачном финише, остальные подтягиваются. В течение года мы мониторировали все субъекты по разным федеральным проектам, и вы видите, что тепловая карта выглядит по-разному и исполняется по-разному все федеральные проекты, но так или иначе 80% уже на прекрасном финише. Борьба с пандемией, безусловно, трансформировала нашу деятельность, наши взгляды, механизмы на принятие решений. Основные векторы нашей деятельности – это все-таки своевременность оказания медицинской помощи, доступность лекарственных препаратов и безопасность медицинской деятельности. Что же необходимо сделать для успешного достижения перечисленных факторов? Это стандартизация управления, своевременное принятие решения, высокий уровень дисциплины, гибкая разработка конструктивных предложений. Остановлюсь на этом, наверное, отдельно. Это те методические рекомендации, которые на сегодняшний день мы с вами исполняем в рамках оказания медицинской помощи с новой коронавирусной инфекцией. И, конечно же, достижение эффективного результата в, возможно, короткий срок. Так вот, основные вызовы, которые были нам предъявлены ковидом, на сегодняшний день нам пришлось мониторировать, начиная с февраля 2020 года. И в ходе мониторингов отслеживались и анализировались показатели заболеваемости, смертности, достаточности диагностического оборудования, диагностических исследований, занятость коечного фонда, достаточных средств индивидуальной защиты и лекарственного обеспечения, качество проведения телемедицинских консультаций. То есть вакцинация, безусловно, сегодня, контроль за предоставлением данных о нежелательных реакциях. Какие же были инструменты? Конечно же, это профилактические визиты, это контрольное мероприятие, это еженедельное участие в совещаниях по инциденту под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, это участие в оперативном штабе под руководством министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко, это выезды в регионы с методической помощью. Конечно же, были и контрольные, и плановые, и внеплановые мероприятия. Но что мы видим? Какие проблемы выявляются в субъектах по оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией? В первую очередь, это несоблюдение временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. Практически в каждом субъекте, куда бы мы ни выходили, увы, замечания выявляются как на амбулаторном этапе, на стационарном этапе, по лекарственному обеспечению и, конечно же, по вакцинации. Поэтому я не зря остановилась на то, что срочно принимались решения, они, естественно, погружались во временные методические рекомендации, но их нужно было срочно перестраиваться и нужно было их выполнять. КОВИД никуда не спрятал обычные наши заболевания, то есть те неинфекционные заболевания, с которыми мы жили и будем с вами жить. И мы тоже контролировали оказание медицинской помощи, доступность оказания медицинской помощи пациентам неинфекционного профиля. На что мы здесь хотим обратить особое внимание? Это амбулаторный сегмент. Конечно же, это недоступность порой медицинской помощи узких специалистов диагностических услуг. На стационарном этапе, как правило, увы, это была непрофильная госпитализация, не всегда была преемственность между стационаром и поликлиникой, не всегда и на сегодняшний день далеко не в полном объеме проводится диспансеризация и диспансерное наблюдение. Конечно же, были проблемы и с лекарственным обеспечением, и со скорой помощью. Уважаемые коллеги, мы говорили, говорим и будем повторять. Необходимо проводить непрерывный мониторинг всех этих процессов и показателей, анализировать показатели, декомпозируя их до каждого муниципалитета, до каждой медицинской организации, до каждого лечебного учреждения, проводить разбор случаев смерти каждого случая. Мы благодарим Фонд обязательного медицинского страхования, экспертную службу, которые нам очень помогают в анализе причин смертности и в анализе фактически каждого летального случая. Но, уважаемые коллеги, это наша с вами постоянная работа. В этом году мы применили несколько новый формат обсуждения наших контрольно-надзорных мероприятий. С лета 2021 года мы проводили окружные совещания во всех округах нашей страны, приняли участие 85 субъектов, но кроме обсуждения результатов контрольно-надзорных мероприятий, мы обменивались лучшими практиками. Каждому региону, каждому субъекту была предоставлена трибуна для того, чтобы они могли представить свои лучшие практики. В тех субъектах, в которых мы побывали очно, эти практики были представлены всем участникам этих совещаний. На сегодняшний день все эти лучшие практики объединены и опубликованы в нашем журнале «Вестник Росздравнадзора». Буквально на днях вы все получите новый номер, но сегодня вы первыми являетесь счастливыми обладателями QR-кода, поскольку в этом QR-коде зашита электронная версия журнала со всеми лучшими практиками, которыми делились субъекты Российской Федерации. – Не успели? Ну, хорошо. Ну, тогда вернусь. Кто хочет скачать QR-код, пожалуйста. Ну, вот, опять. Вот так вот. Качайте QR-код. А? Что сказать? А сколько стоит QR-код? У нас это бесплатно. Так что, уважаемые коллеги, но завершая свое выступление, мне бы хотелось остановиться на моменте. На этом моменте еще раз напомнить о реализации, о чем начал свое выступление Михаил Альберчич. С 2016 года Национальным институтом качества внедряются системы управления качеством в лечебные учреждения. Это разработанные методические рекомендации, которые на сегодняшний день в разработке у порядка 300 медицинских организаций. 80 лечебных учреждений уже внедрили методические рекомендации. И, несмотря на ковид, мне бы хотелось на этом заострить внимание. 32 лечебных учреждения, 32 медицинских организаций внедрили методические рекомендации в этом году. И, как уже отметил Михаил Альбертович, и мы это на самом деле замечаем по контрольным мероприятиям, именно те медицинские организации, которые внедрили методические рекомендации Национального института качества, оказались более устойчивы в период оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. А на сегодняшний день мы констатируем, что снижение количества внеплановых проверок в этих медицинских организациях снижено практически в два раза. Снижены показатели летальности. Увеличились показатели удовлетворенности пациентам к качествам оказания медицинской помощи. У этих медицинских организаций меньше сумма штрафов. Оптимизированы использования расходных материалов. И, конечно же, повышается удовлетворенность персонала и снижается текучесть кадров. Это то, о чем тоже сегодня было сказано. То есть, увы, мы должны создавать систему менеджмента качества не только для пациентов, но и для наших с вами сотрудников, поскольку пандемия, выгорание пациентов имеют место быть. И мы должны о них позаботиться. Уважаемые коллеги, что бы мне хотелось сказать в завершении. Качество – это все-таки многогранный процесс. И зависит он от многих факторов. Конечно же, это и органы управления здравоохранения, то есть это система оказания медицинской помощи. Это и сами медицинские организации, которые непосредственно осуществляют медицинскую помощь. Конечно же, это надзорные органы, которые приходят, проверяют, контролируют, указывают. Но и, конечно же, уважаемые коллеги, пациент. Пациент, который должен ответственно относиться к своему здоровью, который должен принимать и вступать во взаимодействие с врачом, слушаться рекомендаций и, конечно же, их исполнять. И, конечно, сегодня мы с вами, наверное, были бы, может быть, в полном зале, если бы все слушались и прививались. И то, что сказал Михаил Альбертович, я тоже хочу его поддержать и еще раз сказать. Наша совместная работа будет только тогда полной и качественной, когда мы все будем слушать друг друга, когда мы все будем исполнять те обязательства, которые есть сегодня перед нами, ну и в конечном итоге будем прививаться и исполнять наши требования. Спасибо большое. Всем удачи, здоровья. Берегите себя. Ну и позвольте мне предоставить слово дальше, Елена Евгеньевна, вам. Пожалуйста, Елена Евгеньевна Чернякова. А потом мы подключаем Родригес. А кликер, Владимир Владимирович? Кликер, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте поприветствовать вас. 14-я конференция – это большой, с одной стороны, труд, с другой стороны, большой и значимый показатель того, как последовательно и динамично развивается система. И очень приятно, что Фонд обязательного медицинского страхования, такой партнер, что ли, скажем, в этом действии, и действительно у нас, мы с Аллой Владимировной иногда беседуем по поводу того, чем отличаются функции Росздравнадзора от функций Фонда обязательного медицинского страхования, ну кроме того, что это государственный контроль, а у нас негосударственный. И нам очень важно сделать так, чтобы мы с одной стороны работали на одну цель, с другой стороны не дублировали друг друга. И в том числе в рамках этих дебатов мы совершенствуем нормативно-правовую свою, базу для того, чтобы наши совместные усилия достигали тех целей, которые поставлены перед нами, в том числе стратегическими документами в нашей стране, и которые реализуются сейчас в настоящее время. Я позволю себе напомнить вам, что указом президента, которым утверждена стратегия развития здравоохранения до 2025 года, определены задачи для системы обязательного медицинского страхования. Прежде всего, конечно же, это формирование системы защиты прав застрахованных лиц и профилактика заболеваний. И также, конечно же, безусловно, развитие информационных технологий, интеграция систем обязательного медицинского страхования с системами здравоохранения. И без этого, без этой интеграции, без развития информационных технологий, конечно, все наши планы и все наши таяния реализованы в полном объеме, быть не могут. Что, какие задачи основные в рамках стратегии предусмотрены? Ну, безусловно, нам важно, чтобы наши застрахованные имели возможность обратиться к страховым представителям вне зависимости от того, на какой территории получают они помощь. И сегодня подготовлены у нас поправки в соответствующий наш федеральный закон, который, мы очень надеемся, на следующий год будут приняты. Безусловно, большую лепту внесли и федеральные проекты, и в целом национальный проект здравоохранения. И мы это ярко видим на примере федерального проекта по онкологии, когда дополнительные средства, пришедшие в систему здравоохранения, и целевые мероприятия, которые предусмотрены федеральным проектом, приносят свои результаты. Я чуть позже на этом остановлюсь. Ну и в рамках федерального проекта создания единого цифрового контура, как я уже говорила, предусмотрены мероприятия по модернизации информационной системы обязательного медицинского страхования. Стратегические документы есть, необходимо обеспечивать их исполнение. И в рамках исполнения, конечно же, если мы говорим о системе, то прежде всего это совершенствование нормативно-правовой базы. В прошлом году был принят федеральный закон 430-й, который внес определенные коррективы в деятельность в сферу обязательного медицинского страхования. Был выделен сегмент в рамках базовой программы медицинской помощи, которая оказывается федеральными государственными учреждениями. Фонд федеральный был наделен определенными функциями страховщика. Правительство определило, как распределять объемы между этими медицинскими организациями. Ну и, собственно, Министерство здравоохранения в соответствии с законом определило критерии направления пациентов в федеральные клиники. Также были инновации в рамках реализации территориальных программ. Ну, мы ввели наряду с понятием объема медицинской помощи, распределение которых осуществляется комиссионно на каждой территории, также еще и распределение соответствующих им объемам финансового обеспечения. У нас существенно изменились договорные отношения. Мы перешли на систему трехсторонних, вернее, многосторонних договоров, когда у медицинской организации есть один договор, несмотря на то количество страховых компаний, которые действуют в том или ином субъекте. И, соответственно, обязательства страховых компаний содержатся все в одном договоре между терфондом, страховыми и медицинской организацией. Безусловно, был расширен, соответственно, и сам подход к контролю оказания медицинской помощи, в том числе на контроль объемов финансового обеспечения. Минздраву России были переданы полномочия по формированию правил контроля, и терфондам были переданы функции проведения медико-экономического контроля. Они были переданы от страховых медицинских организаций. Также хотелось бы сказать, что в прошлом году уже заявки медицинских организаций на работу в системе ОМС были сформированы в единой информационной системе, в едином информационном ресурсе. Алла Владимировна говорила о том, что Росздравнадзор проводит сегодня большую работу по интеграции системы лицензирования с ФРМО. Мы со своей стороны точно так же проводили эти работы, и действуем мы четко в едином ключе для того, чтобы синхронизировать как раз эти потоки. И ФРМО стало основой для формирования заявок, и реестр лицензий. И у нас даже были случаи, когда мы поправляли лицензии, Алла Владимировна, в режиме онлайн, буквально вставали все в ружье, и были случаи, что за 2-3 дня были внесены изменения в случае, когда были выявлены расхождения, например, в наименовании медицинской организации между реестром юридических лиц налоговой службы, реестром лицензий и данными Федерального реестра медицинских организаций. Поэтому сегодня у нас полная интеграция, мы все параметры, которые касаются лицензирования видов деятельности, берем у Росздравнадзора, синхронизировались с ними, и будем в дальнейшем этими нашими синхронными стройными планами двигаться вперед. Ну и, конечно, большой блок был посвящен в этом законе информационному обеспечению обязательного медицинского страхования, были определены основные функции информационной системы обязательного медицинского страхования, предусмотрены параметры ее функционирования, и в развитии вот этого закона в этом году, буквально 1 декабря, был одобрен уже Советом Федерации второй федеральный закон, который внес изменения уже в развитии, как я уже сказала, 430-го, которым предусматривается, во-первых, переход на цифровой полис обязательного медицинского страхования, но даже не это важно, а важно то, что этим законом признается факт получения права на бесплатную медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования в Российской Федерации не по факту подачи заявления человеком в выдаче ему полиса, а по факту того, что человек является либо гражданином Российской Федерации, как то установлено 15-й статьей закона, либо иностранным гражданином, также имеющим право на бесплатную медицинскую помощь в Российской Федерации. То есть по факту рождения, при получении сведений из органов записи актов гражданского состояния, ребенок у нас должен быть уже сразу застрахован, после чего мама может определить, если ее страховая компания, она хочет, например, ребенка застраховать другой компанией, она может подать об этом заявление, но это уже позже. То есть ребенок с момента регистрации его как гражданина Российской Федерации уже имеет право на получение бесплатной медицинской помощи и всех необходимых медицинских услуг. Чуть позже такой же механизм будет предусмотрен и для взрослых. Мы предусмотрели в законе информационное взаимодействие с большим кругом федеральных органов исполнительной власти, но прежде всего, конечно же, с Федеральной налоговой службой, поскольку она сегодня является оператором системы ЕГР-ЗАГС. Кроме того, с 2023 года начнет функционировать ЕГР населения, и мы уже сегодня ведем работу с Федеральной налоговой службой по выверке тех данных, которые есть у нас в ЕГР застрахованных, с теми сведениями, которые формируют сегодня ЕГР населения. Это крайне важно, потому что сегодня, при всем при том, что все участники системы обязательного медицинского страхования, задействованные в введении ЕГР застрахованных лиц, прилагают максимум усилий для того, чтобы эти сведения были корректны и актуальны, тем не менее, без информационного взаимодействия, без формирования этого ресурса на основе просто бумажных документов, это практически сложно сделать, чтобы это было всегда актуально и всегда доступно. ЕГР-ЗАГС. Я бы хотела обратить внимание не на это. Я бы хотела обратить внимание, что новацией во взаимоотношениях между Федеральным фондом и Федеральными медицинскими организациями в рамках реализации базовой программы обязательного медицинского страхования стала норма о том, что медицинские организации направляют в Федеральный фонд сведения, формируют в информационной системе сведения об оказании медицинской помощи по этапам ее оказания. Направление, в случае, если оно сформировано в единой системе в сфере здравоохранения по ВМП или по СМП, приходит в систему автоматически. И как только пришло направление, информация о том, что направление пришло в Федеральную клинику, тут же отправляется на единый портал в личный кабинет пациента, по которому пришло направление о том, чтобы он знал, что его направление рассматривается в Федеральной клинике. Как только Федеральная клиника приняла решение врачебной комиссии и назначила дату госпитализации, или в случае, если есть основания для отказа или переноса госпитализации, это же уведомление, следующее уведомление, уже второе, направляется также в личный кабинет пациента, для того, чтобы он понимал, когда прибыть ему в медицинскую организацию за получением помощи. При этом следующим нашим этапом мы сейчас с Минцифрой работаем над тем, чтобы у пациента появился сервис обратной связи в случае, если он не может в назначенную дату прибыть на госпитализацию, чтобы мы получили от него обратную связь, и медицинская организация могла скорректировать вместе с пациентом свои планы госпитализации. Ну и по завершению лечения, сведения об оказанном случае медицинской помощи также направляются на единый портал в личный кабинет с указанием, что помощь оказана, и с информацией о том, какая стоимость этой медицинской помощи была по данному конкретному пациенту. Мы работаем чуть больше двух недель, порядка 12 тысяч уведомлений уже отправлено в личные кабинеты. Мы сейчас отпилотировали это на ряде медицинских организаций, и с января эти уведомления будут получать все пациенты, которые проходят или планируют пройти лечение в федеральных клиниках. Ну а теперь чуть-чуть о том, как, конечно же, меняются подходы к контролю, к организации работы по контролю качества медицинской помощи, которая оказана застрахованными лицами. В 2010 году был принят первый приказ Федерального фонда об организации этой работы, в 2019 году он был пересмотрен, в него был внесен ряд новаций, и в 2021 году это уже стал приказ Министерства здравоохранения, и также, конечно же, в нем были тоже проведены определенные инновации. Я бы хотела обратить внимание на основные. То есть, когда в 2019 году в этом приказе появились целевые экспертизы не только по жалобам и повторным обращениям граждан, но и были выделены четыре направления. Это онкологическая помощь в связи с реализацией федерального проекта по онкологии, это высокотехнологичная медицинская помощь, это диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Дальше, уже сегодня в последующих приказах, мы усиливаем роль экспертиз именно целевых, расширяем направление, обращаем внимание, что формируется перечень случаев на экспертизу по результатам медико-экономического контроля, они формируются целевым образом территориальными фондами. Мы ушли сегодня практически от случайных выборок страховых компаний для проведения экспертиз с качеством медицинской помощи, то есть так или иначе, сокращая общий объем проводимых экспертиз, процент от оказанных случаев, мы усиливаем фокус именно на целевых экспертизах, как медико-экономических, так и экспертизах качества, для того, чтобы результаты наших проводимых мероприятий были нацелены на достижение тех задач, которые стоят сегодня и в рамках реализации национального проекта, и в рамках достижения параметров доступности и качества медицинской помощи нашим застрахованным лицам. Ну и также я бы хотела сказать о том, что с прошлого года изменился порядок введения реестра экспертов качества, и теперь у нас со следующего года все экспертизы качества, назначенные экспертом, будут и назначены экспертизы, и проведенные экспертизы, и их результаты по каждому случаю проверки будут отражаться в этом реестре, и, соответственно, можно будет как иметь понимание по загрузке экспертов, которые проводят ту или иную экспертизу, так и по результатам их работы. Ну, я коротко хотела бы теперь проиллюстрировать то, что сказала в рамках изменения законодательства некоторыми цифрами. Вы видите, что с 2019 на 2020 год поменялось существенно, перевернулись часы весы с плановых экспертиз в сторону целевых экспертиз. То есть, хотела бы еще обратить ваше внимание, что по тем целевым параметрам, которые были включены, а именно по диспансерному наблюдению, количество нарушений у нас сократилось по сравнению с 2020 годом в этом году почти более чем в два раза, и удельный вес нарушений в общем объеме выявленных нарушений, а в принципе по экспертизе качества это почти четверть случаев у нас выявляют те или иные нарушения, хотя тоже мы видим определенную, не очень значительную, но тем не менее положительную динамику по снижению нарушений. Так вот, чуть больше половины из них пока остаются у нас нарушения клинических рекомендаций или стандартов оказания медицинской помощи. Ну а теперь чуть-чуть также хотела бы уже на примере конкретных профилей медицинской помощи показать вам взаимосвязь тех результатов, которые получаем мы в рамках проведения экспертиз и достижения тех показателей, которые сегодня стоят перед в целом отраслью здравоохранения. То есть я уже говорила о том, что в 2019 году были введены целевые экспертизы по онкологии, практически мы 100% смотрим всю химиотерапию, и надо сказать, что анализ 10 месяцев 2021 года всех экспертных мероприятий по сравнению с аналогичным периодом 2020 года практически по всем направлениям оказания онкологической помощи показывает значительное снижение выявленных нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Что касается диспансерного наблюдения, то есть это вторая такая целевая группа, целевое направление экспертиз, которые проводят страховыми компаниями, и у него тоже была своя определенная эволюция. Мы понимаем, что диспансерное наблюдение – это сегодня одно из базовых платформ в оказании первичной медицинской помощи. Нам очень важно, чтобы пациенты с хроническими заболеваниями имели возможность наблюдаться у врачей регулярно в целях сохранения своего здоровья и своевременного получения медицинской помощи. И вот здесь так упрощенно показано, что эволюция проведения работ по экспертизе качества и мониторингу диспансерного наблюдения, который проводят как страховые компании, так и территориальные фонды на местах. И если в 2018 году был просто мониторинг количественного учета застрахованных лиц, подлежащих диспансеризации, то уже в 2019 году, включив данный параметр в целевые экспертизы, конечно же, стали мониториться и не только подлежащие прохождению диспансеризации лица, но и сколько человек прошло диспансерное наблюдение, и насколько были и также были отработаны рядом с страховых компанией пилотные проекты по сопровождению пациентов в рамках оказания им данного вида помощи. Ну а с 2021 года Министерство здравоохранения в рамках реализации федерального проекта по первичной медико-санитарной помощи принял приказы по методикам наблюдения за данными показателями. И сегодня ежемесячно мы на основе данных территориальных фондов, которые они формируют на основе тех счетов, которые медицинские организации представляют для оплаты. Мы формируем ежемесячно и направляем в Министерство здравоохранения, анализируем сами, анализирует Минздрав, и объемы посещения и исследований в рамках диспансерного наблюдения из числа тех, кто подлежит диспансеризации по трем профилям. По двум профилям это БСК и онкология. Ну и, конечно же, следующим этапом закономерно ставятся задачи перед страховыми компаниями к персонализированному, к углубленному сопровождению пациентов. И сегодня совместно с Министерством здравоохранения мы участвуем в работе по формированию тех критериев, которые дадут нам фокусно тот контингент стоящих на диспансерном наблюдении людей, у которых наиболее высокий риск, скажем так, в сохранении своего здоровья по тому или иному профилю, чтобы эти целевые группы взять на контроль и страховым компаниям, и уже медицинским организациям в первичном звене для того, чтобы именно их провести, можно сказать, за руку, для того, чтобы не допустить неблагоприятного развития событий. Ну и также хотелось бы несколько цифр, которые показывают сегодня ту большую работу, которая проделывается первичным звеном. И здесь вы видите, что по всем трем направлениям болезни органов дыхания, систем кровообращения и онкологическим заболеваниям, то есть тем направлениям профиля медицинской помощи, которые сегодня формируют наибольший процент смертности населения, с одной стороны у нас растет, существенно растет и количество пациентов, взятых на учет по диспансерному наблюдению, но и также существенно растет доля пациентов, которые получили медицинскую помощь, и не только подлежат диспансерному наблюдению, но и состоят на учете в медицинских организациях. Ну и хотелось бы вот также отметить, что я уже говорила, что ежемесячно мы ведем мониторинг, достаточно равномерно мы видим распределение по оказанию медицинской помощи, по профилям, и этот глубокий анализ позволяет и Министерству здравоохранения, и, конечно же, самим медицинским организациям своевременно вести работу в рамках диспансерного наблюдения. Ну и еще хотелось бы мне остановиться на одном аспекте, что касается фокусирования внимания страховых компаний или персонализации работы страховых компаний по сопровождению пациентов. Это также неотъемлемая часть нашей работы по достижению целей повышения доступности и качества медицинской помощи, и в рамках углубленной диспансеризации сегодня также явно мы видим определенные такие маркеры, что ли, которые позволяют говорить нам о том, что персонализированный подход дает, конечно же, свои результаты. И когда в прошлом году, в позапрошлом году, понятно, что страховые компании участвуют в информировании, у них есть свои задачи, есть индикаторы, есть показатели в федеральном проекте, и в начале года страховые компании получали у нас списки людей, которые должны пройти диспансеризацию, и по своему какому-то понятному им маршруту проводили оповещение. При этом медицинские организации ввели прием тоже по своему какому-то графику. Мы в рамках углубленной диспансеризации синхронизировали эти графики. Сегодня списки формируемой медицинской организации, которая включает конкретных людей в конкретный месяц, передаются страховым компаниям именно для того, чтобы именно этих людей в этот месяц оповестили о том, что их ждут в медицинских организациях. И мы начинали, когда в июле мы впервые передали страховым компаниям эти списки по планам на июль, мы после подведения итогов увидели, что всего 2% из тех, кого оповестили медицинские организации, пришли на диспансеризацию. То есть на диспансеризацию пришли не те, кого оповещали. И определенная работа... Ну да, вот такой был, очень честно говоря, неожиданный для всех результат. Ну, мы это для себя назвали так, что эта работа велась, по сути, как из пушки по воробьям. То есть вроде бы мы оповещаем, а результатов, к сожалению, это не приносит. Но вот целенаправленные действия и страховых компаний, и территориальных фондов, и медицинских организаций повысили сегодня долю в среднем до 16%. Я не говорю, что это предел и очень хороший результат. У ряда компаний есть показатели в 25%. Ими проинформированных приходят на углубленную диспансеризацию. Мы считаем, что этот показатель необходимо довести до 50%. И тогда мы будем считать, что наше информирование, информирование страховыми компаниями наших застрахованных лиц о том, что им необходимо пройти диспансеризацию, а дальше мы будем расширять этот список, получать другие виды помощи, будет действительно результативным. И те средства, которые сегодня определены для работы страховых компаний, будут расходоваться также результативно. Ну и еще последний, наверное, такой пример, который хотелось бы привести как практическую реализацию тех новаций, которые предусмотрены законодательством. Также Алла Владимировна уже на этом останавливалась. Это те чек-листы, которые мы формируем в рамках проведения экспертиз качества. Хотелось бы отметить, что несмотря на тот огромный объем экспертных мероприятий, которые проводятся страховыми компаниями, а это тысячи и миллионы случаев оказания медицинской помощи, к сожалению, учитывая, что протоколы заключения экспертов не структурированы, понять непосредственно, что было нарушено, относительно какого пациента, в какой момент времени, практически возможности не было. То есть мы делаем средства на статистической форме по основным типам наших нарушений, по тем видам санкций, которые применяются к медицинским организациям, но, конечно, это не раскрывает картину причин и не позволяет ни медицинским организациям, ни органам управления здравоохранением, ни Росздравнадзору совместно, целевым образом содействовать повышению качества медицинской помощи. Поэтому, безусловно, те чек-листы, которые в рамках... Ну, опять же, ковид – это, конечно, плохо, но очень много он нам принес с точки зрения изменения подходов к нашей работе. Те чек-листы, которые сегодня сформированы, которые сегодня агрегируются в электронном виде по каждому случаю оказания медицинской помощи, мы разработали их совместно с Министерством здравоохранения, нам очень помог Владимир Петрович Чуланов, нам очень помог наши коллеги из Росздравнадзора, и сегодня мы имеем структурированную информацию по видам нарушений по всем этапам оказания медицинской помощи пациентам. Сначала мы наблюдали 70+, потом мы расширились на все категории с летальным исходом. Сейчас, по поручению Татьяны Алексеевны Голиковой, данные чек-листы распространяются, экспертиза с использованием данных чек-листов распространяется на все тяжелые случаи заболевания ковида. И, соответственно, эти чек-листы, имеющие структурированное описание нарушений по, скажем так, единичным параметрам соответствия методическим рекомендациям, временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения, позволяют агрегировать эти параметры на уровне медицинской организации, на уровне территории, на уровне страны, для того, чтобы в дальнейшем брать это в анализ и проводить работу, как работу над ошибками, так и в том числе настраивать систему и подходы к лечению пациентов. Ну и, конечно же, без задач не обходится, и ставим мы перед собой следующие задачи. Нам, конечно же, будет важно расширять наши, и совершенствовать наши подходы к проведению экспертиз качества. Нам важно, безусловно, и мы это тоже видим, что без совершенствования информационных технологий, без внедрения искусственного интеллекта в контрольные мероприятия, конечно же, эффекта мы не достигнем. Нам очень важно, чтобы электронные медицинские документы получали развитие свое в медицинских организациях, и тогда мы смогли бы перейти к автоматизированному контролю. Сегодня наши такие первые попытки работы с электронными документами, пока сканкопии, конечно, вызывают определенные трудности у федеральных медицинских организаций и у экспертов, потому что сканкопия и тяжела для того, чтобы ее сформировать с одной стороны, с другой стороны она также тяжело читается. И чем есть у нас медицинские организации, которые работают сегодня и ведут электронный документ оборот, которые просто структурированные уже документы выгружают в систему, и эксперт уже видит совершенно другое качество документов и может, сопоставив параметры относительно стандартов, порядков, параметров счета, принять решение о том, выявляет ли он те или иные нарушения. С одной стороны, ускоряет процесс экспертизы, с другой стороны, на несколько порядков делает ее прозрачнее и понятнее всем участникам этой экспертизы, и, конечно, облегчает работу как медицинским организациям, так и экспертам. Ну и, собственно, также у нас на следующий год запланированы поправки в 326 закон, я уже говорила об обязательном медицинском страховании, по установлению критериев деятельности страховых компаний, мониторингу, рейтингованию их деятельности, для того, чтобы, с одной стороны, и население могло включиться уже в понятную и прозрачную систему оценки качества и выбрать ту страховую компанию, которая более адекватно реагирует на нужды застрахованных лиц. И можно было в том числе дифференцированно подойти к оплате работы тех или иных страховых компаний. Ну и, конечно же, те чек-листы, которые мы сейчас наработали на ковиде, мы будем расширять их перечень не только на ковид, но и на другие виды заболеваний, для того, чтобы результаты экспертизы, еще раз повторюсь, были структурированы и доступны всем участникам системы здравоохранения для тех целей, ради которых, собственно, мы все работаем, организуя экспертизу или контроль качества оказания медицинской помощи. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Евгеньевна. Уважаемые коллеги, позвольте мне предоставить слово Жао Родригес до Сильва Бреда. Это старший советник отдела страновой стратегии и систем здравоохранения Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Пожалуйста. Доброе утро. Меня слышно? Да, все прекрасно слышно. Я очень рад возможности сегодня с вами пообщаться. К сожалению, не смог все рассказать на русском, хотя хотелось бы. Я 4 года провел в России, но, к сожалению, выучил слов 20 всего. Прошу прощения за это. Я буду выступать на английском. Я знаю, что идет перевод. Слайды мои также будут на английском. Мне не хватило времени для того, чтобы их перевести. Я надеюсь, что все будет понятно. Мои идеи будут донесены. Я уверен, что все получится. Для начала хочу лично и от лица ВОЗ, от лица Европейского регионального бюро ВОЗ, хочу поблагодарить вас за приглашение. Я очень рад возможности общаться сегодня с вами. Я слушал ваши дискуссии. Они мне очень понравились. Я должен отметить, что мы двигаемся в одном направлении и мыслим одинаково с точки зрения обеспечения качества медицинской помощи. Мы понимаем, что это основа для обеспечения универсального охвата услугами здравоохранения. Мы понимаем, что на уровне медучреждений, на уровне практических специалистов сейчас качество рассматривается как приоритетное направление. У меня есть несколько слайдов. Я постараюсь показать, как мы работаем по вопросам качества. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения всегда активно работало над качеством. Мы всегда были передовиком в рамках ВОЗ в этом направлении. Мы будем действовать и дальше, в том же духе будем поддерживать наше государство, члены, включая, конечно же, Российскую Федерацию. Мы будем обеспечивать обмен опытом и поддержку, настолько, насколько это возможно. Сейчас постараюсь продемонстрировать свои слайды. Надеюсь, получится. Постараюсь вывести на полный экран. Итак, качество. Качество должно быть основой и основным приоритетом нашей деятельности. Качество очень важно для обеспечения универсального доступа к услугам здравоохранения. У нас есть политика. Доктор Асклюди, наш региональный директор. И в рамках этой политики установлены приоритеты, в том числе качество. У нас есть несколько основных задач. Мы поддерживаем страны и общаемся с руководством системы здравоохранения, в том числе в рамках нашей конференции. У нас есть европейская программа. Это некий проводник, вдохновляющий нас в нашей работе для обеспечения качества медицинской помощи. В рамках данной европейской программы мы работаем над обеспечением высочайших показателей качества медицинской помощи. Что значит качество? Это значит, что мы должны лучше предоставлять помощь, в том числе, уязвимым группам населений, потому что, как правило, для этих групп качество страдает. Кроме того, качество включает в себя элементы новаторства, передового мышления, с тем, чтобы обеспечить развитие системы здравоохранения во всем европейском регионе. Данная европейская программа и наш региональный директор и правительство Греции подписали договор в апреле этого года. Теперь мы в Афинах организуем новое отделение при поддержке государства. Мы будем заниматься как раз вопросами качества. Будем повышать качество медицинской помощи. У нас там две основных задачи. Первая – инновации. Вторая – поддержка. Поддержка стран и общение со странами для обеспечения роста качества медицинской помощи. У нас, как вы знаете, идет работа в рамках ЦУР. ЦУР-3 касается здравоохранения. Здоровье – это, в принципе, вопрос, который касается пошел количества, 17-й цели устойчивого развития. И тут очень важный вопрос – это качество. Качество – это центральный элемент достижения третьей цели устойчивого развития. Здесь мы говорим о поддержке на самом высоком политическом уровне. Это серьезный политический приоритет. Почему нам потребовались новые инициативы в европейском регионе для обеспечения безопасности и качества? Необходимо работать над тем, чтобы консенсус на глобальном, европейском уровне доносился до практических мер на уровне конкретных стран. С тем, чтобы обеспечить лучшее качество, обеспечить большую безопасность. Для того, чтобы своевременно оказывать эту помощь эффективно и без дискриминации. То есть пришло время поместить качество в центр всей системы для обеспечения универсального доступа к услугам здравоохранения. Здесь есть несколько важных элементов. Отмечу некоторые из них. Это то, что важно услышать политикам, руководителям системы здравоохранения, пациентам и их семьям. Первое. Высокое качество подготовки специалистов. Без их прекрасной подготовки мы не сможем обеспечить эффективного применения препаратов, не сможем образовать новые технологии и не сможем обеспечить финансовую поддержку, которая позволит нам охватить помощь у всех. Итак, качество. Один из основных элементов для обеспечения универсального доступа к услугам здравоохранения. У нас есть многоуровневая система повышения качества. Она, особенно после коронавируса, будет очень активно нам помогать в повышении качества первичной медицинской помощи. Это очень важно для обеспечения универсального охвата услугами здравоохранения. Качество. Качество обсуждается, в том числе, на уровне лечебных учреждений. Кроме того, мы не должны забывать о качестве первичной медицинской помощи. Это один из основных элементов любой системы здравоохранения. Независимо от уровня учреждения здравоохранения, качество очень важно. Качество важно для безопасности. И наоборот, мы должны использовать доступные инструменты. На глобальном уровне у нас есть новый план обеспечения безопасности пациентов. Этот план доступен, и его стоит почитать и действовать в соответствии с его положениями. Сейчас в условиях коронавирусной инфекции это еще важнее, чем раньше. Качество. Качество касается самых разных вопросов. Эффективность, пациентоцентричность, эффективность, интеграция. Необходимо все эти аспекты учитывать. Кроме того, необходимо выбирать необходимые средства, проводить модернизацию, использовать новые идеи. Например, пару дней назад мы обсуждали в Москве возможности игр. Мы говорили о том, что можно использовать игры для улучшения качества услуг здравоохранения. Это очень важно. Например, когда речь идет о молодых сотрудниках, мы можем использовать технологии и идеи гемификации для улучшения уровня подготовки наших специалистов, улучшения их результатов работы. Нужно учитывать данные аспекты. Мы должны в том числе заботиться о специалистах здравоохранения. Нужно обеспечивать их безопасность. Это связано с безопасностью пациентов. Необходимо начинать именно с этого. Качество начинается с здоровых и замотивированных специалистов сферы здравоохранения. Это очень важно. Мы видим, что коронавирус поставил ребром многие вопросы, которые касаются качества. В том числе мы говорим о хронических болезнях, мы говорим о здоровье стареющего населения. Мы видим, что риски по худшим исходам, риски, связанные с болезнью и смертью от болезни, растут по мере. Поэтому очень важно качество услуг, которые мы предоставляем в такой категории пациентов, увеличивать. Здесь мы говорим о пациентах с хроническими заболеваниями. Очень часто качество не находится на том уровне, на котором должно быть. Поэтому необходимо этими вопросами заниматься отдельно. Такие примеры. Диабет, ожирение. Здесь видите на слайде риск смерти при ожирении. Если пациенты заразились коронавирусом, здесь мы видим риск госпитализации, риск смерти. Он удваивается или даже утраивается у таких пациентов. Поэтому вопросы качества помощи при хронических заболеваниях очень важны. Их необходимо учитывать. Еще один момент. Буквально в заключении. Касается качество ментального здоровья и соответствующих услуг. Ментальное здоровье из-за коронавируса пострадало. Тут есть целый ряд важных аспектов. Мы должны заботиться о своем ментальном здоровье, о ментальном здоровье нашей семьи. Мы видим, что в принципе служба поддержки ментального здоровья работает сейчас в очень тяжелых условиях. Но это очень важно для качества медицинских услуг. Еще раз подчеркну. Необходимо больше уделять внимание вопросам ментального здоровья. И качеству услуг в сфере ментального здоровья. Мы в Греции, в Афинах работаем активно с нашим офисом в Москве. Мы знаем, что Российская Федерация его активно поддерживает. Мы за это отдельно вас благодарим. Мы активно сотрудничаем по вопросам качества терапии хронических заболеваний. Идем от профилактики к терапии. И мы в Афинах трудимся в интересах Европы, европейского региона. С тем, чтобы повысить качество, повысить безопасность на наших пациентов в рамках нашей европейской программы. С тем, чтобы бороться с неравенством в вопросах внедрения инноваций. И стремимся никого не забыть. У нас четыре основных элемента тут. Стратегическое направление. Мы работаем с государствами, занимаемся инновациями, ведем политический диалог и анализ. Развиваем сеть и обеспечиваем совместную работу экспертов и политических деятелей. Ваши мероприятия этому способствуют. Большое вам спасибо за возможность участвовать. Мы активно работаем. У нас с апреля небольшая команда. Мы работаем над вопросами цифры и качества. Предыдущие докладчики говорили о цифровых аспектах довольно много. Мы проводили семинар по ментальному здоровью. Несколько министров региона участвовали. Мы уделяли особое внимание вопросам качества также. И пару дней назад у нас было успешное заседание. По качеству медицинской помощи мы собрали лучших ученых со всей планеты и также политиков с тем, чтобы обсудить возможности дальнейшего движения для обеспечения качества медицинской помощи в нашем регионе и в других регионах. Мы услышали большое количество интересных случаев, историю успеха. Работа прошла на прошлой неделе. Мы очень рады такой возможности. Очень рады были послушать передовой опыт, в том числе Российской Федерации. Мы уже сотрудничаем с Россией в этом контексте. Большое вам за это спасибо. Мы записали это заседание. Оно доступно онлайн. Можно зайти на наш сайт и найти ссылочку. Мы, как видите, нашего оригинального директора и четырех министров Греции. Мы видим, что качеству уделяется большое внимание и в Греции, и в регионе. То есть мы видим, что и в России этот вопрос в центре внимания. С удовольствием продолжим с вами сотрудничать. Большое вам спасибо за предоставленное слово. Спасибо, что пригласили. Большое спасибо за то, что нас пригласили. Спасибо тем, кто занимался этим вопросом. Большое вам спасибо за возможность с вами пообщаться. И надеюсь, что мы сможем с вами поработать очно. Буквально на следующей неделе я буду в Москве. И я люблю Москву. Надеюсь, что у меня будет возможность с некоторыми из вас пообщаться. У нас будет большое заседание на следующей неделе. Большое спасибо. Спасибо большое. Мы тоже будем очень рады очной встрече и будем рады продолжению нашего сотрудничества. Спасибо большое за сообщение и добро пожаловать в Москву. Спасибо. Всего доброго. Позвольте предоставить слово руководителю российской системы качества Протасову Максиму Александровичу. Пожалуйста. Позвольте предоставить вопрос. И в этой связи важно в постоянном режиме отслеживать не только текущее положение, то, что называется ЭЗИЗ, но и уметь быстро переставить процессы для достижения стратегических целей любой организации, любой отрасли, любому руководителю. И, конечно же, непрерывного совершенствования своей деятельности. В последние годы, и это уже тоже очевидно, просто стало уже банальностью очевидно на всем, медицинская отрасль и вся система здравоохранения сумели выдержать, да и продолжают выдерживать колоссальную нагрузку. И вот в этот период, который называют сейчас уже и экономисты, и ученые, ВУКО, мир, да, период неопределенности, сложности, непредсказуемости, такие конференции, такие мероприятия, они, конечно же, необходимы, важны, они совершенно по-другому воспринимаются, да, их важность, она гораздо выше становится. Не так давно прошел форум, посвященный Всемирному дню качества, и вот мы даже увидели на тех сессиях, которые были посвящены качеству и эффективности работы здравоохранения, насколько действительно сейчас вот в этом изменяющемся мире эта тема стала актуальной. Роскачество исторически очень плотно взаимодействует с отраслью здравоохранения. Мне, как всегда, очень важно и очень приятно видеть такой симбиоз даже в логотипе конференции, 14-й конференции, государственного знака качества, оператором которого является Роскачество и символа здравоохранения. Сотрудничаем мы с Росдрафнадзором очень плотно, с момента подписания нашего соглашения о сотрудничестве, мы подписывали еще его с Михаил Берчим, продолжаем активно развивать и взаимодействовать с А. Владимирной. И сотрудничаем мы как в части мониторинговой деятельности, так и в области, конечно, совершенствования процессов и систем менеджмента качества в организациях, о чем сегодня говорилось достаточно много, о чем я сегодня еще скажу. Ну, начну, тем не менее, с мониторинга качества медизделий для граждан страны, о важности которого говорил и министр в своем обращении сегодня к конференции. Медизделия, где средства просто вошли в жизнь каждого потребителя вместе с пандемией, вместе с этой ситуацией, в которой мы живем, поэтому их исследование стало одним из фокусов исследований уходящего 2021 года. Мы по поручению Госкомиссии по борьбе с незаконным оборотом продукции, а вы знаете, что Госкомиссия создана указом президента, мы исследовали две категории медицинских изделий. Широкий ассортимент средств с антибактериальным антисептическим действием, то, что потребители называют санитайзером, и широкий ассортимент всех видов лесовых масок, медицинские, респираторы, многоразовые, в том числе маски зарубежных производителей. Ну, краткие выводы, которые, собственно, широко озвучивались нами и на выступлении на Госкомиссии, и в справках, которые мы предоставляли в правительство, в администрацию президента, естественно, мы это делали вместе с коллегами из Росдравнадзора. Все изделия соответствуют нормативным требованиям по индексу тактичности, по микробной частоте, раздражающему и сенсибилизирующему действию. Но от 30 до 50 процентов исследованных изделий имеют недостаточную микробную проницаемость в сухом и влажном состоянии, 36 процентов – низкую прочность крепления фиксирующих резинок. Ну, и дополнительно важно, что мы оценивали с вами ненормируемый, но важный показатель вирусной проницаемости. Собственно, ответили на достаточно важный вопрос, каков уровень защиты от коронавируса у тех масок, которые мы с вами носим. Из исследованных изделий две относились к медицинским, два типа относились к медицинским, и в отношении несоответствующего изделия Росдравнадзором оперативно проведены внеплановые проверки. Остальные изделия являлись масками, гигиеническими СИЗами, и, что важно, собственно говоря, и такая задача ставилась Госкомиссией. Результаты еще раз подтверждают, что в текущей эпидемической ситуации при выборе очень важно обращать внимание на назначение изделия. И вот та работа, которую мы потом проводили, в том числе совместно проводили, по донесению этого до граждан страны, до потребителей страны, в том числе с участием того информационного агентства, в стенах которого мы сейчас находимся, она действительно, я считаю, повлияла на повышение осознанности и знаний российских потребителей. Исследования санитая неразервов проводились с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Вы знаете, что есть, по сути, два типа этих средств, проходящих госрегистрацию и непроходящих. И результаты показали, что настоящих антисептиков, зарегистрированных на рынке, на розничном рынке, практически не представленных. Менее 18%, более 80% — это парфюмерно-косметическая продукция, которая, и мы это с вами видим на слайде, обещает защиту на 99,9%, уничтожение 99% бактерий и всех вирусов, обладает пролонгированным антимикробным действием, я вот с маркировки это читаю, надежно обеззараживает, содержит много ярких обещающих заголовков. Тем не менее, по результатам испытаний выявлено, что более 35% средств в них занижено содержание спирта, менее 70% установленных для зарегистрированных санитайзеров. Более 37% не наносят информацию о доле активного вещества, в принципе, на маркировке этого нет. И более 40% состав не соответствует информации на маркировке. По результатам представленного Роскачеством доклада, Государственная комиссия была принята решение о введении цифровой маркировки в данной индустрии для обеспечения ее прослеживости, для снижения уровня фальсификата в этом рынке. Коллеги, но теперь от качества товаров перейдем к качеству процессов, в котором сегодня достаточно много говорилось. И говориться должно еще больше, потому что если не будет качественных процессов, то не будет ни качественных товаров, ни качественных услуг. Как вы знаете, для выстраивания стабильной, эффективной, устойчивой работы всех организаций во всем мире используют модели качества делового совершенства. Диагностику по таким моделям проходят и бизнес, и госорганы, ну и конечно же в отрасли здравоохранения более чем 90 стран. Активнейшим образом применяются государственные модели, такие вот конкурсы на базе модели бизнес-экселланс. Конкурс это слово, но на самом деле понятно, что это система диагностики, система такого чека по работе организаций. В нашей стране правительственная премия по вот такому деловому совершенству, по совершенству процессов, или как она называется, правительственная премия в области качества, существует 25 лет. Мы завершили в этом году юбилейный цикл. За всю историю тысячи компаний прошли диагностику бизнес-процессов, при этом охвачены все регионы России. И асессорами, экспертами, диагностами, вот такими, которые объезжают предприятия, ставят рецепты, дают рекомендации по улучшению бизнес-процессов, дают по сути на стол руководителям предприятий дорожную карту улучшений. Являются в том числе специалисты из области здравоохранения, что нам очень приятно. Приятно отметить, что благодаря совместной работе с региональными органами власти, вот в этом году мы и федеральными органами власти, отрались с львыми министерствами, мы и ведомствами, мы обновили рекорд по числу заявок. Более 500 компаний прошло вот такую диагностику бизнес-процессов. Отрадно, что здравоохранение и медицина входят в число лидеров и ежегодно, ежегодно попадают в пятерку по количеству заявок на правительственную премию. Если говорить о 25-летней истории конкурса, то здравоохранение приняло участие 179 организаций. На самом деле цифра, которая позволяет говорить о постоянном участии, а в последние годы эта цифра постоянно растет, но это не очень много, это незначительная цифра, если сравнивать с общим количеством предприятий, которые работают в отрасли. В 2021 году, несмотря на сложную обстановку с пандемией, мы видим, что медицинские организации почти вдвое увеличили количество заявок. Это говорит, что самое главное, о зрелости руководителей и коллективов медицинских организаций. Сообщество осознает важность такой постоянной диагностики и улучшения внутренних бизнес-процессов. Понимает, что, собственно говоря, то, о чем говорил Алла Владимировна, министр сегодня, такие предприятия, которые проходят такие чекапы, которые стремятся улучшать процессы, вот в этой ситуации изменения среды выигрывают. Именно они выдерживают тот удар изменений, который мы сейчас два года с вами на себе ощущаем. Вот эта важность и вот эта роль медицинских организаций, их активность в прохождении вот этого постоянной диспансеризации процессов, в том числе, стала возможна благодаря методологии внутреннего аудита качества управления лечебных учреждений, которая была разработана Национальным институтом качества, Росздравнадзором, с учетом критериев модели премии правительства Российской Федерации в области качества. И сегодня, вот в числе приоритетов Алла Владимировна перечислила стандартизацию процессов и качество процессов, я понимаю, что вот этот подход, и я не боюсь сказать такая миссионерская и очень фанатичная, в хорошем смысле слова, работа института, Национального института качества в этом направлении, это тот, по сути, причина того, что организации действительно начинают активнее дозревать, активнее внедрять те процессы, которые им по-настоящему, в хорошем смысле слова, интересны и выгодны. Потому что, еще раз я повторюсь, без постоянного замера, без постоянного внедрения рекомендаций экспертов Роскачества, сложно представить себе работу в будущем, сложно представить себе повышение эффективности процессов. Такой подход привел к тому, что, вот цифры вы видите на слайде, мы видим высокое качество проводимой самооценки, а это первый этап участия в правительственной премии в области качества, 12 из 42 подавших заявки организации здравоохранения вышли на очный этап и преодолели планку в 250 баллов. Это очень хороший результат, я могу сказать, что, по сути, получается, что около 30% заявителей выходит на очный этап, а в высоком уровне подготовленности учреждений медицинских организаций. Коллеги, ну и всегда приятно отметить несколько историй успехов, лучших практик участников конкурса и участников системы диагностики, потому что это действительно хороший пример для подражания. Хочется привести пример Федеральный центр травматологии, ортопедии, эндопротезирования Минздрава России, Чувашеской Республики, о котором мы говорили сегодня у Савы Владимировны, центр дважды признавался лауреатом конкурса в 2014-2020 годах, и эксперты отметили четырехкратный рост числа пациентов и снижение средней продолжительности пребывания в центре на 3,8 дня. Это лишь один из индикаторов, который стал следствием выполнения рекомендаций в процессе диагностики. Следующий пример медицинская компания LabStory из Санкт-Петербурга входит в тройку лидеров медицинской диагностики региона, является одной из лучших лабораторий мира по рейтингу международного контроля качества, дважды подряд признанной дипломантами правительственной премии в 2019-2020 годах. То есть для коллег это маховик постоянной работы, это не разовая ситуация подготовки к диагностике или подготовки к сертификации, это просто часть жизни. Если вот в головах у сотрудников организации есть постоянная вот эта кайдзен микросхема, сегодня делаю лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, организация будет точно двигаться вперед. Также хочется отметить Республиканскую детскую клиническую больницу из Башкортостана. Учреждение участвует и в правительственной премии, и в том числе было признано финалистом конкурса Росздравнадзора, лидер качества здравоохранения, в общем, не даром и не просто так. Совершенно очевидно, понятно, что больница не только выполняет очень важную задачу, занимаясь лечением детей, проведением сложных технологичных операций, но и постоянно улучшает бизнес-процессы. Вот даже на период диагностики, который у них было, мы проводили, эксперты Роскачества проводили, подно более 140 раз предложений и сделано 30 изобретений. Вот это как раз подход постоянного движения вперед. Коллеги, я хочу еще раз подчеркнуть и вот подчеркнуть для всех все это и многочисленной аудитории, которая нас слушает, слушает онлайн, благо такая возможность сейчас есть, важность регулярной, постоянной диагностики бизнес-процессов по моделям делового совершенства. Я считаю, что любая организация, абсолютно любая, должна ежегодно проходить подобный чекап, просто как люди проходят медосмотр. Это должно стать правилом хорошего тона в медицинском сообществе. Это важно и для анализа текущих процессов, и для поиска точек роста, и для внедрения современных методов менеджмента качества работы организации. Ну и, конечно же, сегодня тоже об этом звучало, для прохождения международно признанных сертификаций GCI, для внедрения ИСО. Это полезно в любом случае. Ну, коллеги, и в заключение я хотел бы отметить, что наше с вами сотрудничество позволило повысить заинтересованность медицинских организаций в совершенствовании своих бизнес-процессов, что особенно актуально сейчас. Уверен, что мы будем совместно с вами это направление расширять, и это поможет нам улучшить качество работы организации, а значит, качество жизни в нашей стране, ну и, конечно же, увеличить продолжительность жизни. Спасибо большое. Спасибо большое, Максим Александрович. Уважаемые коллеги, охрана здоровья женщин и детей – безусловный наш приоритет. Этому посвящен целый федеральный проект, национального проекта здравоохранения. В период пандемии мы видим, как важно сохранить каждую жизнь, каждую, не просто жизнь, а жизнь матери, и, увы, иногда жизнь будущего ребенка. Огромную роль в этом играет, вообще в методическую роль, организационную роль играет Национальный исследовательский институт Акушерства гинекологии и перинатологии. Я с огромным удовольствием, Геннадий Тихонович, предлагаю вам выступить с докладом. Пожалуйста. Спасибо огромное, Алла Владимировна. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, вы понимаете, что Алла Владимировна у нас профессора Акушерства гинекологии, и поэтому особые чувства сейчас звучали в каком-то моменте в этом зале. Для меня большая честь, я огромное благодарна, что мы были выбраны. Наш национальный, единственный национальный центр Акушерства гинекологии был выбран в качестве такого показательного доклада. И мне очень ответственно, и я надеюсь крайне, что мы оправдаем это пока незаслуженное доверие. Я хотел бы начать. У нас был коллега из Организации Объединенных Наций, из Всемирной Организации Здравоохранения, WCO. И мы с вами знаем, что глобальный коэффициент материнской смертности задачи есть, значит, менее 70% или случаев на 100 тысяч новорожденных. Мы с вами видим другие цифры. Смертность детей до 5 лет, менее 25, опять на тысячу уже родившихся и так далее. Мы с вами понимаем, что, вдумайтесь, о чем говорит WCO. Ежедневно, ежедневно в мире погибают 810 женщин, 6 тысяч с половиной новорожденных, 5 с половиной тысяч мертворождений. И это все происходит в течение первых 48 часов после родов. Мы понимаем, что большая часть этих трагедий могла быть профилактизирована. Поэтому это та часть, ради чего мы собираемся в течение этих дней. И о чем мы хотели бы говорить. Мы с вами видим, что 50% этого вреда можно было предотвратить. Это на самом деле каждый десятый пациент. Это в мире амбулаторной помощи. То это 4 человека из 10 пациентов. Мы понимаем, что стратегия развития службы родовоспоможения в нашей стране, в Великом Советском Союзе, до 80-х годов шла по нозологическому принципу. Это эндокринология, нефрология, кардиология и прочее. А сейчас это уровень оказания медицинской помощи. И главная система трех уровней, система организации региональной помощи. Первый, второй, третий. Третий самый высокий. Где должны работать профессионалы. И кто такие мы, армия акушеров-гинекологов, Алла Владимировна? Хотел напомнить, что мы это 35 тысяч врачей-акушер-гинекологов, это 6 тысяч врачей-неонатологов, это 56 на самом деле тысяч акушерок. И это, наверное, армия. Это 2 тысячи беременных. Прибавьте любимого одного хотя бы человека, не считая мамы, это 4 миллиона, полтора миллиона новорожденных. Это армия в 7 с лишним миллионов граждан, хотел сказать, СССР. И, конечно, мы можем думать даже о политической партии, наверное, когда-то. И в этом отношении, конечно, мы гордимся, что 85 регионов, которые, конечно, неравноценны ни по географии, ни по протяженности, ни по доходам, это, мы видим, более полутора тысяч акушерских стационаров. Но самое главное, может быть, что это 94 перинатальных центра и около 150 стационаров, Максим Александрович, именно третьего уровня, наиболее профессионального качества. Это адреса, по которым можно говорить и произносить этот термин, качество, качество, оценка его. И мне хотелось напомнить и поблагодарить, наверное, наше политическое руководство страны, что начиная с 2008 года идея была заложена, и к 2012 было 23 перинатальных центра, а сейчас их 90 с лишним. И мы с вами понимаем, что, к сожалению, внизу перечислена часть наших регионов, в которых нет пока перинатальных центров. Но часть Магаданской области, Севастополь, это на этапе строительства. Поэтому развитие сети национальных медицинских исследовательских центров, примерно аналоги как NIH, National Health of Соединенных Штатов, это, конечно, концентрация усилий, концентрация инвестиций, ожидание качества от них, потому что это инновационные медицинские технологии, это ранее лучшая диагностика и мониторинги. И я говорю, конечно, о трех наших профилях. Акушерство, гинекология, неонатология, анестезиология и реанимация. Я говорю от имени национального центра акушерства и гинекологии. Кто такое мы? Мы – это 9107 родоразрешений в прошедшем году, это 24 великолепные, мощные, оснащенные операционные залы, 20 родильных, более 600 коек, 26 очень современных лабораторий, более 200 тысяч консультаций. Это 7 открытых внутри, в рамках национального центра института, в том числе онкогинекологии, персонализированной медицины, трансляционной медицины, это симуляционные центры, кафедры, это научно-образовательные комплексы. И именно это позволяет нам отвечать и в какой-то степени заниматься трансляцией технологий по субъектам. Это более 60 очень крупных конгрессов, симпозиумов, школ, коллегиумов очень важных, которые работают на все субъекты России, Российской Федерации. Это клиническая ординатура, и я очень рад, что около 40% Алла Владимировна сейчас, это как в наше великое советское время, это целевые ординатуры, это люди, которые возвратятся в регион, которые не останутся в Москве или Санкт-Петербурге. Это дополнительные профессиональные образования, особенно региональные школы Российского общества акушер-гинекологов. Это, конечно, тренинг профессорского пропадавательского состава. Мы говорим о национальных центрах. Какие задачи стоят и миссии перед нами? Это клинические рекомендации, это порядки и стандарты, лекарственное обеспечение, кадровая, научная деятельность. Но здесь хотелось обратить внимание, о чем и Алла Владимировна говорила. Клинические рекомендации. Это новая несколько вещь, хотя звучит немного по-старому. Это наша маршрутная карта. Это на самом деле карта защиты от заведений уголовных дел. И поэтому вертикаль, обсужденная, утвержденная клинические рекомендации, до этого порядок, после стандарт, финансовый вариант изложения, это так много. Это миссия, которая должна выполняться и поддерживаться. Организационное руководство в сфере медицинской помощи по профилю. Мы с вами видим и внедрение методов профилактики, диагностики, лечения, наблюдения. Но мне казалось, наиболее важная вещь, может быть, этого слайда, дистанционная консультация. Это применение телемедицинских технологий. Это, конечно, проведение выясных мероприятий. И скажу откровенно, три года назад, после номинирования, мы не были готовы к этой миссии объехать 85 регионов. И вы видите, что задача эта выполнена в течение трех лет. И что это за выездные мероприятия? Во-первых, это междисциплинарная мощнейшая команда. Акушерный, анатолог, анестезиолог, онкогинеколог, организатор здравоохранения, это специалист по среднему медицинскому персоналу. И это пять дней работы. Я горжусь, что мы не приезжаем как офицеры НКВД 37-го года. Мы приезжаем как товарищи, мы приезжаем как коллеги, которые пытаются что-то увидеть. И обязательно сказать о том, что где-то лучше. Вот я вижу нашего коллега-доктора Мартиросяна из Екатеринбурга. Но почему не сказать о том, что они в 2016-2017 году изобрели и создали систему наблюдения, мониторинга за беременными женщинами. Почему не сказать о том, что они абсолютно в первой тройке создали систему качества, по крайней мере, протекцию каких-то осложнений для пациентов. Молодцы, и об этом надо говорить. Это нужно говорить на итоговом совещании, которое бывает в регионах. Как минимальный уровень, это вице-губернатор по социальным вопросам, это министр. И потом делается очень мощное саммари и посылается губернатору, главе региона. Наши выводы, конечно, в достаточно интеллигентном дипломатическом варианте, но все вещи бывают там. И поэтому на что направлены выездные мероприятия? На качество организации. И здесь внизу на слайде показатели звучит все то же самое. И лекарственное обеспечение, и инфраструктура, и маршрутизация, и, конечно, кадры. А справа это те позиции, это чек-листы, в которые мы с великой благодарностью к нашим коллегам из Росздравнадзора. Это их наработки, которые позволяют точно проверить учреждения, регион и прочее. И на основании этих суммарных двух подходов делается рейтинг качества организации медицинской помощи в субъектах. Это 36 показателей федерального наблюдения, где есть структура, процесс и результат. На этом не заканчивается. Рейтинг позволяет нам выделить 85 регионов с левой части, те, которые лучшие пока, по крайней мере. И это очень важно. И именно, мне кажется, Максим Александрович об этом и говорил, что надо не забывать вот это вот понимание, что это сегодня и сейчас. А что будет завтра, никто не знает. На это завтра нужно работать сегодня, а, возможно, вчера. Но и справа, к сожалению, с вами видим отдаленные регионы страны, которым надо помогать. В том числе еще потому, что их география, история такова, какая есть. Есть кадры, чрезвычайно важный вопрос, укомплектованность. Мы с вами видим тоже тепловую карту. И мы с вами видим, что хорошая укомплектованность, зеленый цвет, это человек, работающий на одну ставку. Неонатологов немножко меньше, лучше акушерки, их капельку больше. Лучшая, значит, Москва, Ярославская область и все, что обозначено здесь обеспеченность. Но есть безумный дефицит кадров, особенно сейчас. Я не говорю о анестезиологах и реаниматологах, достаточно звучит ковид. Но вы посмотрите, врачи, акушер-гинекологи, по совместительству больше двух ставок несет один человек, а внутри скриншот нашей одной из проверок. Вы посмотрите, две недели этот бедный парень работает по 24 часа. Что можно ожидать от него? Ну, это вынужденность. В этом регионе нет других парней и девушек, которые мы можем это обеспечить. Проблема маршрутизации в субъектах, конечно, вот мы возвращаемся. Значит, пороки развития должны быть на третьем уровне, но нет коек хирургии новорожденных. Я благодарен очень академику Кулакову, что Владимир Иванович подал идеи. Мы в пятом-шестом году, а в седьмом реализовали первое в стране отделение хирургии новорожденных. И сейчас любой или большинство этих 94 национальных центров в структуре есть отделение неонатальной хирургии. И отсутствие транспортировки в детскую республиканскую больницу снижает иногда в три-пять раз смертность этих пациентов. В то же время более 20% очень ранние преждевременные роды. Плановые оперативные родоразрешения оперативные. Беременные на койке патологии – это все первый-первый уровень. Какие койки патологии? Вы посмотрите, справа учреждение, где койки патологии на первом уровне занимают до 40%. Отсюда нет круглосуточного наблюдения врача-акшер-гинеколога. Небезопасное оказание медицинской помощи. Неэффективное расходование ресурсов. Но мы с вами видели, что более полутора тысяч фельдшерско-акушерских пунктов. Колоссальные финансовые организационные вложения в первичную медицинскую помощь. И мы очень надеемся, что список справа этого слайда будет значительно смещаться. И мы, продолжая эту же часть, мы с вами видим, что есть, возвращаясь к фельдшерско-акушерским пунктам или маленьким клиникам первого уровня, менее 500 родов в год. Чему научатся люди, если они приезжают после ординатуры туда? Туда надо выезжать, нужно оказывать помощь, развертывать ургентные родильные дома, производить ротацию с третьего уровня, посылать их на третий и возвращать их вновь. Симуляционные центры и телемедицинские, конечно, комплексы. Не хочу показывать эти слайды, потому что многие из них звучали в лучшем качестве, сказанные профессионалами, сидящими в президиуме и в этом зале. Мы с вами знаем, идентификация пациентов чрезвычайно важна даже в Скрипс клиник или МИО. Иногда была история ампутации не той конечности. Вот что такое идентификация пациентов. Мы с вами знаем о лекарственной безопасности. Очень много говорил и Михаил Альбертович, и Алла Владимировна. Поэтому лекарственная безопасность должна поставлена быть так, как эта система работает с 2016 года. И несмотря на это жуткое время, она совершенствуется. И вот справа пример этой идентификации. Конечно, организация экстренной и неотложной медицинской помощи недостаточно, особенно сейчас оснащена с медицинским оборудованием и аппаратами ВЛ, и наркозно-дыхательные аппараты. Мы с вами видим, что в Вологодской области отсутствуют аппараты ВЛ, и наркозно-дыхательные системы. Нет подводки кислорода в приемных многих отделениях, перечисленные регионы. Не хотели их показывать крупно и ярко, чтобы меньше читалось. Пермский край, предназначенный для реабилитационных, там два из девяти столов. Но масса положительных примеров, и надо сказать, что за эти полтора года необыкновенно приросла мощь лечебной системы. Мы часто говорим «война», и можно сказать, теперь многие из нас не нагибают голову при каждом выстреле. И может быть, это главное, что мы вынесли из этих полутора лет. Эпидемиологическая безопасность. Мне кажется, что тоже нет смысла особенно терять для этого времени. Но мы понимаем, что и антисептики, и наша работа, и микробиологические исследования должны быть настоящие, вновь качественные. Посмотрите, какой коллега из Греции, из WHO, его доклад можно было назвать одним словом «качество» и больше ничего. Я не знаю, это бедный английский или это внутреннее содержание его ощущений жизни. Между прочим, это экономический ущерб. Мы с вами видим, сколько тратят на эпидемиологическую безопасность Соединенные Штаты, Европа. Да и мы, 15 миллиардов, сколько можно было сделать на эти суммы. И в этом отношении, говоря о инфекциях и говоря, может быть, это самый мощный бич современности людей, попадающих с ковидом или без в реанимационное отделение, это госпитальные и другие виды инфекций. Обозначены здесь вещи, что иногда идет перестерилизация одноразовых изделий. Но самое, может быть, главное, что нет извещения об этом и нет микробиологического мониторинга. И вот сейчас будет у меня еще один слайд, нет, там его выбросили, был слайд. И мне хотелось сказать, что сейчас принято решение министерством, правительством, что будут организованы восьми округах настоящие мощные микробиологические лаборатории по типу, как есть там у нас. Это с масс-спектрометрией, это с быстрой микробиологией, это с анализом генетической устойчивости к различным антибиотикам. И не случайно здесь звучала фраза, что, может, одна из центральных задач, которая стоит во всем мире, и этот баланс протягивания нашей руки Соединенным Штатам или Европой, везде одно и то же. Огромное количество антибиотиков устойчивой флоры, и нет новых антибиотиков. Поэтому мы едины в этом, и это нужно об этом помнить. Вот почему надо начать с мощной микробиологии, современной, потом ее распространить, чтобы это было в каждом из 85 регионов. И надо нужно понимать, что качество и безопасность – это не только трансфузиология, но это эпидемиология, идентификация пациента, лекарственная, хирургическая – вот все должно быть не менее 65-85% и в красном, и не в красном, а в зеленом варианте. Я очень рад, что, например, мы с вами видим сертификат Национального института качества, высочайшая награда, кто это не понимает, из главных врачей, из директоров института – это Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, о котором говорил, Казань, Липецк, Санкт-Петербург, еще 10 акушерских стационаров, процессия внедрения. И мне совершенно не стыдно сказать, я очень благодарен, что два уже года мы с вашими коллегами, с институтом работаем вместе, что Национальный центр акушерства и гинекологии не получил пока этого сертификата, но мы его, конечно, получим. Но мы работаем в этом отношении по-настоящему, потому что это не фраза, это процесс, за которым идут и будут результаты. Типичная проблема субъектов. У нас мы приезжаем, а потом у нас нет якорных организаций, должен быть мощный перинатальный центр. Он построен, но, по сути дела, он не является таким основополагающим. Поэтому якорный центр, нет системы внедрения клинических рекомендаций, мы говорили об этом не только об акушерстве, мы говорили о методических рекомендациях по лечению ковида. Это разобщенность амбулаторного и стационарного этапов, необходимость госпитализации ранней, своевременной. То, что не хочу говорить, в прошлом году у нас было 103 фатальных случая в линейке ковид, беременность, роды, послеродовый период. А в этом году не хочу говорить, какая у нас более серьезная ситуация и как это больно бьет по всем, по нам, по семьям, по руководству, по министру. И по каждому из нас мы понимаем, что мы не дорабатываем, мы не успеваем. Конечно, это кадровый дефицит, это необходимость командного взаимодействия. Именно система качества это дает в том числе, но и информационная, безусловно, технология. Для того, чтобы, когда мы съездили в регион, нужна система обратной связи, нужна вот этот нужен объект, якорный перинатальный центр, потому что по нему мы в нем оставляем свои пожелания, пожелания, которые постоянно в информационном аспекте возвращаются в Москву, контролируются нашими коллегами и специальным коллегой, которые отказаны, оставлены в регионе. И, конечно, ВИМИС, это будет доклад, и я очень благодарен, что он поставлен, потому что мы тоже в первой линейке «Онкологи и мы», вертикально интегрированная медицинская система. Это новый инструмент повышения качества, когда все наши неточности, все наши задержки, все наши исследования клиническим протоколом, все невыполнение маршрута полетов и обхождение с пациентом, вот здесь, в этом ВИМИСе, это мощный инструмент, который будет принципиально менять управление медициной. И поэтому мы с вами видим основные платформы ВИМИСа, это паспорт службы, это порядки оказания клинической рекомендации, онлайн-траектории пациента, цифровые помощники врачей, клинические траектории не только пациента, но и врача, и, конечно, озера или функции, или регионы по взаимодействию с наукой. Новое дал, Михаил Альбертович дал задание после Нового года в связи с достаточно высокой смертностью и потерями материнской смертности. Значит, мы создали новый продукт, это КАС, так называемый, это критические акушерские состояния, которые позволяют в сочетании с ВИМИСом видеть, вчера, вот 43 пациента с КАСом без ковида, 89 с ковидом, 132 пациента. Красные пятна, это находятся люди на первом уровне, то, что абсолютно недопустимо. Телемедицина, я истратил уже время, она обычная телемедицина, завоевывает пространство нашей страны и нашей души от 4 до 7 раз увеличиваем эту вероятность консультирования, 24 часа умноженные на все дни нашего года. Клинические рекомендации, сделанные центром и обсужденные абсолютно во всех регионах с нашими коллегами в стране, и мы понимаем, что мы работаем на государственную политику, это национальная система аккредитации качества, это ответственность органов исполнительной власти, это очень важно, в субъектах федерации по реализации этой политики, потому что ГЭПа не должно быть этой пропасти между тем, что рекомендовано, и то, что сделано. И вот почему очень важны наши послания губернатору и руководству, чтобы они понимали и следили, что нужно сделать. И мера, конечно, по стимулированию к внедрению этой замечательной системы безопасности медицинской деятельности, то, чему посвящены эти дни. И, конечно, безопасность пациента – это наша личная ответственность абсолютно каждого. Я хотел поблагодарить еще раз Михаила Абертовича, который руководил этой мощной организацией, иногда я сравниваю, думаю, с чем, ВЧК 25-го года, когда был НЭП уже в нашей стране, и был поражен, когда первый раз был на Конгрессе и понял, услышал, что более 1500 не коллег, а точек работает этой организацией по региону, 1500. И мы с вами видели в докладе Аллы Владимировны динамика этих последних пяти лет. И мы понимаем, что эта система наша, это система ВЧК, но система, которая поддерживает нас. И я очень благодарен моим коллегам, профессорам Шувалову, Экану, Климову, я перечислен здесь, и крайне признателен нашим коллегам из Национального института качества и вашей организации. Спасибо огромное. Спасибо большое, уважаемый Геннадий Тихонович. Прекрасный доклад, а самое главное – прекрасная работа, каждодневная работа по охране здоровья женщин и детей. Низкий вам поклон за всех. Спасибо большое. Это пример работы Национального медицинского центра, коими являются у нас многие центры. Но я думаю, что акушерство с гинекологией и перинатологией, оно все-таки на передовой. Спасибо, коллеги. Уважаемые коллеги, пленарные доклады у нас завершились, но у нас уже стало доброй традицией в рамках пленарной сессии подводить итоги конкурса «Лидер качества в здравоохранении». Пожалуйста, мы начинаем. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день. Хочется еще раз поприветствовать всех участников 14-й научно-практической конференции «Медицина и качества 2021» теперь уже на церемонии награждения. В этом году специальная премия за качество и безопасность медицинской деятельности вручается уже в шестой раз. Давайте это событие отметим нашими аплодисментами, друзья. Очень хочется договориться, чтобы именно так мы приветствовали всех, кто будет подниматься сейчас на эту сцену, а номинантов премии будет сегодня немало. Програмным комитетом конференции были рассмотрены итоговые результаты деятельности органов управления здравоохранением, субъектов Российской Федерации, также медицинских организаций, по отдельным критериям, которые отражают результативность реализованных за 2020 год мероприятий по обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности. И сейчас для вручения премии мы приглашаем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллу Владимировну Самойлову и генерального директора Национального института качества Росздравнадзора Игоря Владимировича Иванова. Мы просим также на центр. Вот прямо в центре мы будем сейчас приветствовать всех номинантов, победителей в разных номинациях. Мы рады сообщить, что в этом году программным комитетом конференции были учреждены пять отдельных номинаций премии за качество и безопасность медицинской деятельности. А победители из разных регионов страны приготовили свои видеовизитки, чтобы мы лучше о них узнали. Давайте представим первого победителя прямо сейчас. Просим внимания на экран. Сахалинская область. Мы дорожим здоровьем каждого островитянина. В условиях распространения COVID-19 приняты беспрецедентные меры по организации медицинской помощи. Подготовили материально-техническую базу. Организовали бесплатные углубленные исследования здоровья для пациентов из групп РИСКО. Внедрили проект «Цифровая патоморфология». Проведение телемедицинских консультаций стало золотым стандартом работы островных специалистов. Запустили смартфапы. Увеличиваем объемы высокотехнологичной медицинской помощи. Расширяем методы диагностики. Работаем над доступностью медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене. Сахалинская область. Острова здоровья. Наш приоритет. Здоровье людей. И начинаем мы с одной из самых актуальных номинаций. За достижения в охране здоровья граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 победителем является Сахалинская область. Мы просим аплодисментов ваших и приглашаем для вручения награды министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Вячеславовича Кузнецова. Действительно, достижение номинантов премии во многих номинациях – это не просто награды, это жизни, здоровье и благополучие граждан разных регионов нашей страны. Мы знаем, какой труд стоит за каждой из этих наград. Которую сегодня получают на сцене. Поэтому наши аплодисменты и это памятное фото оно станет такой красивой точкой, восклицательным знаком для каждого номинанта, для каждого победителя сегодня. Еще раз поздравляем. Мы рады представить следующего победителя. На территории Забайкальского края препараты за счет федерального бюджета получают почти 30 тысяч человек. Около 80 тысяч пациентов находятся на обеспечении за счет региональной казны. Выписка, мониторинг и отпуск лекарственных препаратов осуществляются посредством программного комплекса «Асулон», который объединяет аптеки, медицинские организации и Министерство здравоохранения. Работа в программе помогает вовремя формировать заявки на год, отслеживать движение медицинских препаратов и обеспечивать ими население. На территории региона создана крупнейшая государственная региональная сеть аптек, которая охватывает почти все районы Забайкалья. Всего 73 государственных аптечных пункта, 41 из которых участвуют в льготном обеспечивании. Доставка в любую точку региона со склада осуществляется каждые две недели. В текущем году финансовые средства, выделенные на обеспечение лекарственными препаратами граждан, освоены в полном объеме. От срочных рецептов нет. Сформирован запас на 7 месяцев. В номинации за организацию лекарственного обеспечения победителем становится Забайкальский край. Мы приглашаем для награждения на эту сцену исполняющую обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксану Владимировну Немакину. Эти аплодисменты, наше внимание и эта награда, ну а главное, это, конечно, чувство благодарности жителей региона, также сегодня вам. Мы знаем, что смотрят нашу трансляцию в городах, которые представляют наши номинанты в этих субъектах страны, поэтому я думаю, что мы можем своей поддержкой сегодня выразить и те чувства, которые бы здесь смогли проявить те, кто сейчас смотрит трансляцию. Уважаемые участники, мы после этого красивого фото на память рады увидеть видеовизитку следующего победителя. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В номинации за достижение показателей национального проекта здравоохранения победителем является Ленинградская область. Мы поздравляем и приглашаем на сцену председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Валентиновича Валикжанина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Действительно, весомая награда будет в руках у каждого победителя. Мне удалось ее тоже подержать в руках. Стеллы изготавливаются индивидуально, вручную, из ценных пород дерева в сочетании с золотом высшей пробы. Ну и, конечно, индивидуальной именной гравировкой на стелле. Надеемся, что займет эта награда почетное место. Теперь уже у вас. Мы готовы познакомиться с номинантом, с победителем в следующей номинации. В 2017 году мы впервые познакомились с практическими рекомендациями, с предложениями Росздравнадзора. Это была любовь с первого взгляда. Система менеджмента качества, она, конечно, востребована временем и тем, что сегодня это необходимо для каждого медицинского учреждения. Когда ты видел, что другие уже начали вводить какие-то медицинские организации, а у тебя еще этого нет, и это стало интересным. Это наше новое направление, и мы его хотим довести до той безопасности, которая была бы для пациента действительно понятна, безопасна, прозрачна. И в целом все медицинские организации Приморского края вовлекаются в проект. Те успехи, которых нам удалось достичь, они как раз связаны с этим осознанным решением реализовывать проект, бесконечно доброжелательной и компетентной методической поддержкой Национального института качества, и тем, что мы всегда работаем с сплоченной командой. В 2021 году программным комитетом конференции было принято решение отметить субъект Российской Федерации, который продемонстрировал наилучшие результаты при внедрении региональной модели управления качеством на основе практических рекомендаций Росздравнадзора в медицинских организациях. Мы поздравляем Приморский край. На сцене министра здравоохранения Приморского края Анастасия Игнатьевна Худченко. Победитель в номинации «Успешное построение модели управления качеством» в субъекте Российской Федерации. Действительно, конференция – это уникальная площадка для обмена опытом, для того, чтобы перенять лучшие практики, которые реализуются в регионах. И мы надеемся, что за пару дней общения здесь вы накопите и новый багаж, который везете с собой. Ну а сейчас мы хотим представить вам следующую номинацию. Комитет премии рассмотрел работы отдельных организаций, которые уделяют значительное внимание применению актуальных подходов к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности. И в номинации «Медицинская организация. Лидер в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности» определены сразу четыре победителя. Мы готовы представить вам видеовизитку первого из них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Победителем в номинации Стало краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР». Мы приглашаем для награждения главного врача перинатального центра «ДАР» Ирину Владимировну Молчанову. Поздравляем вас и весь коллектив перинатального центра. Действительно, когда видишь вот даже такие небольшие зарисовки О вашей работе, о вашей работе из вашей повседневной деятельности Чувствуешь, что это не просто цифры, это не просто пункты, которые вы достигли за этот год Это действительно люди, причем очень маленькие, которые только начинают свой путь Мы представляем вам следующего победителя в номинации И знакомимся в этом видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Государственное автономное учреждение здравоохранения Детская стоматологическая поликлиника Республики Бурятия Мы ждем здесь на сцене для награждения Заведующий лечебно-профилактическим отделением поликлиники Юлию Матвеевну Султумову Наши поздравления от всех участников конференции Ну и конечно, от тех, кто сейчас смотрит, я думаю, что наверняка ваш коллектив подключен к трансляции И этот момент разделяет вместе с вами Спасибо всем большое за высокую оценку нашего труда Хотелось бы поблагодарить уважаемый дорогой коллектив Это командная работа Особую благодарность хотелось бы выразить Идейному вдохновителю нашему министру здравоохранения Республики Бурятия Евгении Юрьевне Лудуповой Она с нами в зале сейчас И главному врачу, конечно же Махасоевой Сергеевне Викторовне За неординарное мышление И постоянное стремление к улучшению качества и безопасности медицинской помощи Спасибо большое Спасибо, спасибо большое Благодарим вас Поздравляем весь коллектив и ваших единомышленников И мы готовы представить третьего победителя в этой номинации Давайте познакомимся и посмотрим на экран Поставленный диагноз стал тяжелым ударом для меня Все мои планы, цели Я не представлял, как жить дальше Субтитры создавал DimaTorzok Победителем в номинации стало общество с ограниченной ответственностью Центр Диализа Город Челябинск Для награждения мы ждем на сцене директора центра Константина Владимировича Ахматова Ну и конечно давайте также уже по традиции Приветствовать аплодисментами всех, кто поднимается на эту сцену Слышим вспышки фотокамер И ответное слово победителя Хотелось бы сказать, уважаемые коллеги, огромное спасибо на самом-то деле Национальному институту качества Тому вдохновителю действительно Который с 2018 года вкладывал в наше сознание данную дорогу, данный путь Вот мы на самом-то деле взяли, вышли на сцену, да, взяли эту сертификацию, прошли Хочется сказать спасибо также и Минздраву, Росздравнадзору Челябинской области Ну и безусловно команде, потому что работа командная И без, наверное, этой работы я как руководитель Не смог бы понять те тонкие места, те движения правильные, куда вперед стоит идти Спасибо большое Благодарим вас Давайте также аплодисментами проводим победителя со сцены И заключительное видео от победителя в этой номинации ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с радостью хотим отметить еще одну организацию победителя в этой номинации Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан, город Казань Мы поздравляем и лично этими аплодисментами главного врача больницы Рафаэля Фернаеловича Шевалиева ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диплом победителя и ответное слово Дорогие коллеги, на самом деле очень знаменательно, символично, что здесь сегодня в условиях пандемии, в условиях нашего самоотверженного труда, подвига, мы улучшаемся, мы совершенствуемся. Это благодаря тем коллегам, которые на сегодня на передовой, не покладая сил, трудятся, находят возможность. Огромно благодарю всем, кто вовлечен в этот процесс. Самое главное, конечно же, это безопасность наших сотрудников, безопасность нашей деятельности и безопасность наших пациентов, кто нуждается в нашей помощи. Спасибо всем, искренне благодарны всем, кто участвует в этом процессе. Спасибо. Мы благодарим вас за этот искренний ответ. Мы хотим еще раз поздравить всех победителей в разных номинациях премии. Давайте еще раз они услышат наши аплодисменты, но и те, кто только что стоял на этой сцене, конечно. Надеемся, что вручение премии послужит стимулом для повышения качества и безопасности медицинской деятельности в разных регионах страны. Ну а прямо сейчас мы хотим перейти к вручению наград и подведению итогов Всероссийского конкурса «Лидер качества в здравоохранении 2021». Всех, кто побывал на этой сцене, мне бы очень хотелось попросить по-особенному поддерживать наших следующих номинантов. Договорились? Потому что вы уже получили эту поддержку. В этом году во второй раз будет вручаться сертификаты победителям Всероссийского конкурса «Лидер качества в здравоохранении» и комиссии экспертов конкурса были рассмотрены отдельные командные проекты, в которых были использованы наиболее эффективные практические инструменты для решения актуальных задач здравоохранения. Сейчас мы переходим к представлению первой номинации. Она называется так. Управление персоналом в медицинской организации. Победителем объявляется команда Краевой клинической больницы города Красноярска с проектом «Велком цепочка». Как получить позитивный опыт сотрудника и быстрый выход новичка на эффективность? Для вручения сертификата приглашаем на сцену Екатерину Вячеславовну Михайлову. Действительно, все номинации в этой премии будут командные, поэтому мы очень хотим такой же дружной поддержки зала услышать. И надеемся, что коллективы, часть из них может находиться и в зале, а кто-то смотрит эту трансляцию, поэтому сразу же после объявления победителя будет звонить и поздравлять. Приходим к следующей номинации. Обеспечение безопасного обращения лекарственных препаратов в медицинской организации. Победителем становится команда специалистов АО «Медицина» город Москва. С проектом «Контроль стартовой антибактериальной терапии в многопрофильном стационаре. Ожидание и реальность». Для вручения мы приглашаем на сцену Наталью Владимировну Кондратову. Поздравляем вас! Победа в номинации. Лучший опыт применения инструментов проектного управления в медицинской организации присуждается команде Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканская детская клиническая больница, город Уфа. Проект этой команды – разработка платформы цифровизации с использованием концепции «Эджайл». Для вручения сертификата мы сейчас приветствуем и поздравляем Людмилу Юрьевну Симавину. Республиканская детская клиническая больница и Министерство здравоохранения Республики Башкортостан за возможность поддержания именно этого порыва, потому что, я думаю, все присутствующие здесь участники все прекрасно понимают, что значит качество оказания медицинской помощи и безопасность медицинской деятельности в жизни каждой больницы. Поэтому благодарю всех, что есть такая возможность реализоваться, потому что и для нашего коллектива, и для всех присутствующих, я думаю, очень важно, когда этот порыв виден, оценен, я думаю, по достоинству. Спасибо большое. Поздравляем. Поздравляем и эти аплодисменты, наше внимание вновь вам. За победу в номинации «Обеспечение эпидемиологической безопасности в медицинской организации» награждается команда Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой перинатальный центр». За оригинальный проект в области эпидемиологической безопасности он называется «Микробиологический мониторинг как система обеспечения эпидемиологической безопасности в условиях перинатального центра». Мы ждем ваших аплодисментов, друзья. Ольга Владимировна Хоган на сцене, принимает эту награду за весь коллектив. Уже традицией стало говорить ответное слово. Большое спасибо за высокую оценку нашего проекта, Национальный институт качества, управление Росздравнадзора. Эта победа была бы невозможна без наших идейных руководителей. Министра здравоохранения Приморского края Хученко Анастасия Геннадьевна, из моего непосредственного руководителя, главного врача Приморского краевого перинатального центра, Курлеевой Татьяне Юрьевне и нашей всей команды, нашего всего коллектива. Большое спасибо. Мы много сделали и нам еще есть куда стремиться. Спасибо. Продолжение следует... Всю команду и лично Олега Анатольевича Астахова, принимающего сейчас награду. Мы приходим к объявлению победителя в следующей номинации. Передовое качество обслуживания клиентов медицинской организации. Победителем здесь становится команда Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан, городская клиническая больница номер 13, город Уфа. Проект команды победителя называется так. Создание системы планирования и контроля расходов многопрофильной государственной бюджетной медицинской организации. Мы поздравляем всю команду и Булат Назировича Гарифулина. И еще одна награда, судьбу которой решали люди, жители нашей страны. Проект команды АО «Клиническая медико-санитарная часть «Энергетик» «Цифровой медосмотр» набрал наибольшее число голосов в интернет-голосовании. Номинация звучит так. Общественное признание реализованного проекта. Голосование проходило на официальном сайте конкурса «Лидер качества здравоохранения». И мы хотим пригласить для вручения этой награды Татьяну Александровну Анчикову. Приглашаем на эту сцену и аплодисментами приветствуем. Особенно просьба аплодисментов тех, кто сам лично голосовал. Ведь только представьте, сейчас нас смотрят в разных городах страны, а вот выразить аплодисментами свою поддержку просто не могут. Давайте сделаем это за всех интернет-пользователей, хорошо? Мы от ИШИ поздравляем всех победителей премии. И действительно видим, как из года в год ваши результаты меняют жизнь людей в разных городах страны. В лучшую сторону. Пусть так и будет. До встречи в 2022 году с новыми наградами, с новыми достижениями. Ну и сейчас заключительное слово хочется предоставить Алине Владимировне. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, еще раз искреннее поздравление всем награжденным, всем победителям. И как правильно было сказано, это посыл всем остальным принять участие не просто в конкурсе, а внедрять у себя национальные рекомендации. И в конечном итоге мы с вами создадим национальную систему качества в Российской Федерации. Коллеги, мы завершили пленарную часть нашей конференции. Впереди два дня работы, плодотворной работы, секции, отдельные симпозиумы, совещания и самое главное – общение. Уважаемые коллеги, в первую очередь я желаю всем здоровья, берегите себя, работаем. До новых встреч! Какие прививки необходимы детям, а какие взрослым? Когда нужно ревакцинироваться и от каких инфекций делать прививки пожилым людям? А еще, как защищаться перед сложной поездкой в экзотическую страну? Опасных инфекций, которые можно предупредить с помощью вакцинации, немало, а число прививок еще больше, ведь многие из них состоят из нескольких этапов. Чтобы их все запомнить, не запутаться и не нарушить порядок иммунизации, приходится держать в голове огромный объем информации. Особенно непросто контролировать процесс вакцинации, если в семье несколько детей. Чтобы его систематизировать и упростить, в России появилось умное приложение «Прививки. Личный календарь». С его помощью можно составить индивидуальный календарь вакцинации для каждого члена семьи. Расскажите о себе или родственнике, укажите пол, дату рождения, профессию, регион проживания и даже хобби. Например, если вы любите походы, вам понадобится прививка от клещевого энцефалита. Также нужно указать, какие прививки уже были сделаны. Учитывая все данные и опираясь на национальный календарь профилактических прививок и календарь по эпид-показаниям, приложение сформирует для вас персональный план вакцинации. Когда подойдет время прививки, мобильное приложение напомнит записаться на прием к врачу. Еще одна очень важная функция – приложение поможет подготовиться к поездке в другую страну и составит необходимый перечень прививок в зависимости от направления. Кроме этого, через ресурс можно задать вопрос специалисту и ознакомиться с полезными статьями вакцинации. Прививки, личный календарь – удобный инструмент для того, чтобы вакцинация стала привычной и понятной частью вашей жизни. Скачивайте приложения в App Store и Google Play. Говоря о долгой и счастливой жизни, мы неминуемо говорим о медицине, о ее технологиях, уровне развития, доступности и эффективности. Но что за этим стоит? Современная медицина – это сложный синтез науки и практики, высоких технологий и прорывных открытий. Отдельное место в этом ряду занимают разработка и производство лекарственных препаратов. Уже более 20 лет группа компаний «Фармосинтез» удерживает лидирующие позиции в области фармацевтики, соблюдая высокие стандарты качества. «Фармосинтез» – ведущий отечественный производитель социально значимых лекарственных средств, таких как противоопухолевые, гормоны, нестероидные и противовоспалительные, противовирусные, системные и противомикробные, рентгеноконтрастные, фармсубстанции. В ближайшем будущем «Фармосинтез» запускает широкую линейку гормональных, рентгеноконтрастных и кардиологических препаратов. Свыше 80 производимых препаратов входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Компания активно формирует портфель инновационных препаратов, который включает на сегодня три лекарственных средства. «Фармосинтез» ежедневно обеспечивает бесперебойное производство лекарственных препаратов, работает над дальнейшим развитием продуктового портфеля и находится на стадии строительства нескольких новых заводов. Эти достижения возможны за счет применения передовых технологий в производстве и обеспечения высокого качества выпускаемой продукции. Производственные мощности представлены пятью современными высокотехнологичными заводами в городах Уссурийск, Иркутск, Братск, Тюмень, Санкт-Петербург. Все производственные площадки компании соответствуют высоким требованиям организации производства и контроля качества GMP. Годовой объем выпускаемой заводами продукции превышает 76 миллионов упаковок. Консолидированная выручка группы компаний «Фарма-Синтез» по итогам 2020 года составила 32,6 миллиарда рублей. Количество сотрудников – более 3,5 тысяч человек. «Фарма-Синтез» успешно инвестирует в собственные проекты. Общий объем инвестиций в новые проекты составит свыше 20 миллиардов рублей. «Фарма-Синтез» осуществляет трансфер технологий иностранных партнеров и наряду с этим передает лицензии на производство собственных, оригинальных препаратов за рубеж. 30 лекарственных препаратов разных фармакологических групп уже поставляются на экспорт в страны СНГ. «Фарма-Синтез» вносит неоценимый вклад в дальнейшее процветание фармацевтической промышленности России. Создавая лекарства, сохраняем жизнь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok